понеслась я в эфире напишите вот где-нибудь здесь как меня видно и слышно что мне хорошо видно и слышно и сегодня у нас офигенная тема я давно хотел на эту тему поговорить просто поговорим сегодня по душам можно сказать пятничный стрим но в четверг досрочная пятница для вас и наша тема сегодня это брак фотографии страшной истории о том как не получилось что-то там снять ух как многих он пугает вот ну тут уже в комментариях веселые вещи пишут искусственный телег может исправить любой брак искусственный телег в первую очередь производит очень много брак иногда бракованные фотки будет интереснее все серии согласен что для одного брак для другого шедевр красота глаза смотрящего да конечно но вопрос как делать такой брак чтобы он был для шедевром хотя бы для какое-то количество людей кроме тебя да вот тут же все все всегда есть дать чашка на краев кроме брак есть еще сорта высший 1 2 да и сетрина 2 свежести молодцы я рад что мы все здесь итак у нас сегодня такая офигенная тема про брак фотографии кому как не мне об этом говорить я известный бракодел есть огромное количество моих поклонников кавычках которые обсуждают мои съемки что тут брак там брак это враг вот и поэтому я как эксперт в этом вопросе сегодня выскажу что я об этом думаю получился сегодня отделять одни сорта брака другого и так далее вот да всякое интересное у нас будет ну что ж поехали дорогие мои ставьте лайки обязательно распространяйте ссылку на этот стрим в соцсетях и в чатах вообще где вы где вы присутствуете я вам скажу огромное спасибо за это и поедем сегодня у нас будет 326 слайдов брака значит ну первое что хотел сказать я конечно имею ввиду не такой брак потому что на эту тему тоже уже пошутили что как известно что когда штамм паспорте есть это брака когда нет это любовь вас спасибо за сердечки да можно мне сердечки ставить будет тоже здорово вот короче говоря мы конечно не про такой брак хотя тоже и про это можно если вам нужно про вот такой брак то есть у меня на канале замечательное видео про свадебные съемки а еще больше сердечек я хочу много сердечек вот здесь бракованные сердечки интересно тогда будет круто диван продал курс купил супер это смотрю чуть больше месяца лишь быстро ты быстро конвертировался ну и здорово а так смотрят пару лет только потом все рожев потом покупают но вот такие значит смотрите дорогие мои ну что у меня здесь могу сказать вот мы про вот этот брак то есть про брак фотографии тут сплыла интересная история короче во времена великой депрессии в сша какое-то издание но дало задание сделать вот у них было финансирование на то чтобы сделать летопись вот этого самой жизни во время великой депрессии как там народ работал страдал все такое и они послали огромное количество фотографов заплатили им бабло тогда фотограф тоже были голодные они поэтому побежали 108 чтобы они поехали поснимали от простых людей и так далее и они привезли огромное количество негативов но потом с этим негативом поступили очень плохо то есть как бы часть картинок отбраковывали но к счастью их не выкинули кто-то их сохранил и они остались где-то до их отбраковывали делая такие дырочки то есть это какие-то гады вообще портили негативы в честь ну что нельзя было там с услугу где-нибудь с угла что-нибудь пометить или карандашиком аккуратно нет они браковали вот прям так и огромное количество этих негативов в библиотеке конгресса сохранилось каких-то коробках и вот кто-то взялся и это все оцифровал и оказалось просто офигенно то есть недавно ты бджп об этом писал потому что были в частности вот такие варианты только выглядит как-то очень это крипово но это здорово да то есть вот та эпоха те люди вот есть вот там допустим немножко не резкая фотография то есть не знаю почему забраковали какие-то чиновники взяли и забраковали нахрен по каким-то своим соображениям вот эти вот документальные картинки хотя по идее документальные картинки не нужно вот это просто замечательно смотрите черная луна и парень такой заглядывает с мотыгой вот и короче а вот это вы посмотрите какая прелесть вот очень кстати крутая была бы семейная фотка именно с такими точками мне кажется нужно такие точек вот здесь вот на столе вы смотрите как круто она попала пола черное солнце да прям какой-то супрематизм авангард я даже я позавидовал что эта история стала известной жалко если бы никто об этом не знал то да это четырежды брак этот браковали четыре человека просто злоем такой плохой негатив степлером так бух-бух-бух короче ненавижу бракованный кадр психану да человек на этим у меня часто ребята психуют под моими съемками в комментариях и видео в ютюбе такое бывает ну вот здесь мы видим некое выражение этого вот мне очень нравится вот это где на столе у него лежит черное солнце такая черная дыра вот вот смотрите как получилось забавно не знаю чего в этом снимке бракованного это кстати очень интересный вопрос ну это же документальные снимки их надо было просто сложить в архив и оставить потомкам вот и все выбрать какие-то да остальные просто сделайте две коробки одна коробка хорошие снимки другая коробка все остальные снимки зачем было делать них дырки дивилизм кстати сам фотограф снимал смотрите у него лечка замечательная старая вот модель 3f так вот интереснейший вопрос между нами встает что такое брак да почему в этот вопрос потому что тогда в тридцатые годы эти негативы какие-то люди конкретные какие-то чиновники которые платили за эту программу они посчитали браком да я говорю что интересно пробить так пленку специально ради того чтобы прямо такой эффект сделать вот они посчитали это браком и сейчас спустя многие годы для нас это не брак для нас это интересный материал и это на тот наталкивает как никогда красиво иллюстрирует этой истории показывает что брак понятие крайне относительно очень локальная и зависящая и от пространства и от времени от конкретного человека нельзя как-то объективно да вот как что об этом говорите ну давайте посмотрим что об этом говорит википедия википедия говорит на что есть два типа брака это семейная связь между людьми некачественная продукция вот и у нас конечно речь идет о скорее некачественной продукции да но некачественная продукция это не просто брак вот здесь очень важно понимать он называют специально производственный брак да то есть продукция отбираем на стадии производства не удовлетворяющий установленным требованиям передача такой продукции потребителя не допускается из-за дефектов то есть дефективная продукция вот и и со стандарт рекомендует использовать вместо брака понятие несоответствия. Это, кстати, очень тонкая мысль, потому что брак, что такое брак, да? Понятно, что когда речь идет о каком-нибудь болте, то действительно есть нормативы, то есть просто банально, вот, допустим, он не может быть больше, его диаметр не может быть больше или меньше на сколько-то миллиметров, чем норма, у него должна быть вот эта резьба определенным образом нарезанная, она должна быть ровной, на ней не должно быть каких-то повреждений, повреждений, ну, то есть у него головка должна быть определенной формы, шестигранной, и здесь, в принципе, все понятно, то есть действительно можно взять линейку, приложить эту линейку к этому болту и сказать, это брак, потому что ширина на 2 миллиметра шире, чем допуск, есть стандарт, где-то записано в какой-то бумажке, каким этот болт должен быть, но когда мы говорим о фотографии, там нет такого, то есть нету стандарта ГОСТ там на например, ну, может, когда-то и были на фотографии, на паспорт или на что-то такое, да, но в целом нет стандарта на хорошие фотки или стандарта на плохие, да, очень субъективно, и поэтому фотографии, это понятие так не работает, но оно все-таки существует, это факт, да, вот, и получается здесь сразу неопределенность, то есть давайте сразу неопределенность некую, поймем, в чем она заключается, например, в том, что это понятие его, это как бы вердикт, оценка, и в о, смотрите, мне черных дырочек наприсылали, классно, спасибо сейчас, тут почему-то не видно сейчас, я у меня слишком длинный, а, сейчас я, у меня чат немножко, вот, вот, чуть-чуть лишнее лишнего чуть-чуть, смотрите, как здорово вот, теперь вот хорошо, вот теперь мы видим все, что должны видеть в чате и извиняюсь, он был сдвинут черные дырочки, да, спасибо большое, это символ брака, давайте сделаем общество, тайное общество, мы будем знать друг друга, мы будем обмениваться черными, черными дырочками под своими фотографиями, все будут говорить, это брак, а мы такие, черная дырочка, знак качества бракоделов, можно сказать, по-моему, это круто, вот, сколько проштамповали меня, ладно, значит, смотрите, и получается, черная метка, да, черная метка настоящего бракодела, получается, что фотограф оценивает брак или нет, да, зрители оценивают брак или нет, и оценки могут разойтись, они могут быть не одинаковы, но в действительности, да, общество бракоделов черные дыры, вот, в действительности все еще сложнее, потому что, например, есть такие вещи, как есть зрители, а есть заказчик, а есть модели, вот, допустим, ты пофотографировал модель для заказчика, то есть заказчик там дизайнер украшений, есть модель, есть заказчик, есть ты, вы делаете какую-то съемку, и вот там тебе нравится, заказчику не нравится, модели нравятся или наоборот зрителям, зрители, а тут со зрителями вообще проблема, ведь зритель же не один, их же много и они еще разных категорий, то есть реально вообще история с браком превращается вот что-то такое. То есть существует какой-то набор категорий людей, и они дают свою экспертизу, да, брак или не брак. Вот. И, допустим, вы считаете, что кадр удачный. Какой-нибудь эксперт, ну, могут быть эксперты, да, там, признанный фотограф, там, жюри конкурса, или там у вас есть преподаватель какой-то, или ментор, там, или вы советуетесь с каким-нибудь дяденькой, там. И вот эксперт считает, что это тоже удачная фотография. Говорит, да, выбери эту фотку. Или жена ваша, там, не знаю, или муж, там, да, ну, близкие вам советуют, что выложить в интернете, что не выкладывать. Дальше другой эксперт говорит, не надо, бабушка, бабушка. Вот мама говорит, выкладывай фотку, бабушка говорит, не выкладывай. Вот. Дальше заказчик такой, да, классная съемка, драйвовая. Модель такая, нет, это плохой кадр, я здесь себе не нравлюсь, у меня складка на спине неудачная какая-то, у меня тут живот вылился, я жирная. Вот. Дальше зритель, это моя нерабочая сторона, говорит модель. Зритель лояльный, который вас смотрит, на вас подписан, которому нравится ваша работа. Он такой, да, да, молодец, давай еще, мы любим твои съемки, Медведев. Вот. А зритель нелояльный, хейтер. Говно. У меня вообще, у меня бывает такая история, вот выкладываешь какую-то съемку, ну там, блин, ну там все хорошо, ну точно. Есть спорные съемки, есть неспорные. Я прекрасно знаю, где у меня спорные съемки, где неспорные. Выкладываешь абсолютно неспорные съемки, все по классике, все здорово. Вот. И там тут же 10 дизлайков. Ты такой, ну ты же, кто эти люди, вот. Ну кто эти люди, которые стабильно ходят ко мне в канал и ставят дизлайк под каждым постом? Да? То есть прям сразу появляют. Причем только ощущение, что они мониторят, прям не спят. Вот. Да, то есть антилояльные зрители, вот эти специальные хейтеры, которые всегда будут говорить, это все брак, это все плохо, Медведев не умеет снимать. Вчера один тоже горе-блогер, который сам просто, ну, у него супер отстойные фотки. Он просто там что-то о фотиках может рассуждать. На фотке, например, он такой, Медведев хорошая училка, но фотка, как фотограф он говно. Я просто сижу, я думаю, такой, блин, господи, ну ты же не, то, что ты снимаешь, даже сравнивать невозможно вообще. Просто, ну, как фотограф говно, видите. Вот. Или там зритель случайный какой-то, ему не понравилось. Ну, просто он не хочет разобраться в этом, да. А могут быть разные типы зрителей. А может какой-нибудь зритель продвинутый такой, который всю жизнь вот по музеям наворачивает, современное искусство смотрит и сам снимает всякие штуки. Вот, да. Короче, получается очень, то есть однозначно даже принять решение, брак или нет, невозможно, потому что мы имеем дело с классической такой статистикой, да, квантовой неопределенностью, когда очень сильно вердикт брак или нет зависит от того, собственно, а какие требования, а кто, а по какой причине он оценивает, да. И оценка может не сходиться, и ничего в этом ненормального нет. Вот. Так можно, так вот, самый главный вопрос теперь, сходя эту. Можно или нельзя? То есть, можно ли снимать и выкладывать брак, или нельзя? Ну, во-первых, давайте начнем с такого экстремума, то есть, очень важную мысль, что если стараться не выкладывать брак, то, боюсь, это некий тупик, потому что, ну, такой критерий вообще оценки работ, он, понимаете, чем больше ваша аудитория, чем интереснее ваши работы, чем сильнее не задевают людей, тем больше шансов, что кто-то выдаст негативную оценку, да, не останется равнодушным, но и не понравится ему, а он ему чем-то эта серия заденет, там будет неприятно еще как-то, да, вызовет у него неприятные эмоции. Поэтому, чем сильнее и ярче вы, как художник, тем больше будет все равно, будет какая-то негативная реакция, ее избежать невозможно. Поэтому, если ваша установка всем нравится, то вы очень быстро заходите в некий тупик, да, в некий печальный тупик, потому что чем дальше, ну, просто чем вы крупнее и заметнее, да, даже среди, там, не знаю, даже если у вас 10 подписчиков, все ваши друзья, то им легко нравится. Если 100, то, ну, ладно, вы знаете, что Вася все время ворчит, а вашей маме никогда не нравится то, что вы фотографируете. Ну, окей. Вот, а когда у вас 10 тысяч подписчиков, там уже есть хейтеры, да, профессиональные, а когда у вас 50 тысяч подписчиков, ну, всегда будет найдется 10 человек, чисто статистически, которым не понравится все. То есть, что бы вы ни сделали, что бы вы ни сказали, как бы, какие бы фотки вы ни выложили, как бы их ни обработали, они им не понравятся. И поэтому, если вы будете исходить из вот того, что брак нельзя показывать, да, то, что надо сделать все правильно, то вы оказываетесь в тупике, который просто не дает вам развиваться, потому что тогда ваш ореол, это там 10 фанатов и 100 друзей. Но не более того, да. Дальше все равно получится какой-то негатив, все равно кому-то не понравится, невозможно нравиться всем. Ну, вот невозможно. Может, это абсолютно правильные, классные вещи, и всегда найдется человек, который скажет, блин, это слишком классно и слишком правильно. Пошел ты в задницу. Где старый добрый панк? Трэш и Бёрн. Вот, окей. Вот я сделал такую съемку, и как бы у меня целое большое исследование в некотором роде на тему брака проводило. Бэкстейдж можно посмотреть на моем канале. Я сделал вот такую съемку, в которой я использовал камеру заведомо проблемную. То есть там старые меха, и в них есть засветки, да. Но в чем здесь острота и пикантность ситуации? В том, что одно дело, когда засветка управляемая, то есть ты видишь эту засветку, и ты знаешь, как это ляжет на кадр. Например, снимая на цифровую камеру, ты можешь ловить засветки, блики, снимать через какие-то мутные стекла, и ты видишь, что получается сразу. Но здесь ситуация такая. Это пленочная камера, она дальномерная, то есть ты не видишь видоискателей, как эти засветки испоганят кадр. Ты не знаешь это заранее, это зависит от многих причин. Это дырочки в мехах, то есть дольше ты ее крутил в руках, там будет одно, меньше ты ее крутил в руках, или ты стоял под другим углом к небу, там будет другое. Да, здесь ты не видишь то, что получится. Да, мне говорят, на зеркалку видишь, на дальномерку не видишь. Дорогой Александр, вопрос заключается в том, что если дальномерка цифровая, то все же видишь. Ну да, то есть не видишь на пленочную дальномерку. Ну и в общем, суть заключается в том, что получилась вот такая серия с разной степенью засвеченности кадров, зависит от того, где я стоял, и как долго я этот кадр делал. Ну и это был некий риск, и мы знали, что это будет, но мы не знали вообще, как это будет выглядеть. Может быть, все убьется слишком, может быть, где-то это будет прикольно. Вот. В цифровой дальномерке нет мехов, ну просто, дорогой Александр, мне все время говорят, что я такой злой, вредный. Учим отчасть, Александр. Существует огромное количество разных камер. Вот. Цифровой длинномерки мехов, конечно, нет, но можно сделать, потому что существуют, например, цифровые задники, а цифровые задники приделываются к среднеформатным камерам, а там есть разные, в том числе и с мехами. Вот. Так что можно, можно даже сделать меха с цифровым этим. Ну ладно, хорошо, ты, что-то потребно, в смысле нет. Но, однако, я могу выкатить пример-то подобного. Окей. Ну вот, значит, соответственно, вот такая история. И мы выбрали, там сняли примерно 30 кадров, выбрали 12 из них, что немало. Вот. И их собрали такими парами. Некоторые очень сильно, видите, вот как слева здесь специально, что даже не видно модель, некоторые, наоборот, модель вполне видно хорошо, вот как тут левый кадр. Мы там еще грузовик, я вписал сзади. То есть, провоцировал как мог. Специально давал повод. И, соответственно, конечно, на эту съемку была просто потрясающая реакция. Там все, зашлись. Опять же, у меня на этом канале есть бэкстейдж. Там, значит, видео бэкстейджа. Можете посмотреть, как мы снимали и какие получились картинки. И там очень интересно почитать именно комментарии людей. А также у меня в Телеграме, в Телеграме тоже есть это выложено, вот эта история. Вот тоже, вот выложишь что-нибудь такое, вот, и сразу тебе бабах, там 11 дизлайков. Потому что здесь картинки бракованные. Хотя вообще они вот, видите, тут идея-то была какая-то. На полароид сняты, на просроченные, да, такие точки. Но идея, тут аллюзия очень понятна. Вот, но люди тебе на дизлайк. И вот я ее выложил, сейчас найду, где выложил, да. И там очень интересно, там и в комментариях там тоже можно так снимать, нельзя так снимать, там ух, разошлись, короче. Читай, не перечитай. Ладно. В общем, мы отвлекаемся, идем дальше. Смотрите. Люди пишут, да, вы же не знали, как брак камеры отразиться на полученных снимках, какой ужас, я не знал. Ну, я примерно знал, ну да, я не мог сказать точно, вообще, полученные, то есть риск, я рисковал, окей. Вот, вы снимали, глядя в исправный видоискатель, а теперь бракованные кадры вы выдаёте, как шедевры. Понятно, выдаем, как шедевры. Вот, нельзя выдавать, нехорошо, да, или, смотрите, кто эти кадры считает шедеврыми, подписчики Медведева, и он сам. Кстати, интересная очень мысль, такой человек говорит, некий, он такой, типа, да это вообще съёмка говно, напишите в чате, кстати, или напишите в комментариях, если посмотрите записи, как вам вот эта съёмка в целом, то есть она как вообще вам, нравится, не нравится, это брак, это шедевр, можно это оставить, надо это стирать и не показывать, что вы думаете, не бойтесь я, ничего, никаких репрессий, просто напишите, что вы думаете, я не делал репрессий на вот эти вот все многочисленные методы, хотя мне тут писали, что я бездарь, и мне не стоит заниматься плёночной фотографией, раньше такое считали за брак от Ирисовском, хорошая мысль, модель шикарная, но по сути из-за засветок готовые отпечатки, это брак, а почему, что напечатать, кстати, будет очень красиво, представьте себе, аналогово напечатать такие кадры на мягкой бумаге, с зерном, большие, они будут, по-моему, просто супервоздушные, вот, да, я понимаю, что это красиво, но не понимаю, почему, о, это очень интересный вопрос, съёмка крутяк, обычный портрет, просто проработан образ, просто проработай, иди просто проработай образ, сними просто таких обычных портретов, я посмотрю, всё просто, всегда всё просто, пока сам не начал делать, вот, моей маме тоже нравится, не нравится, да, огонь, офигенная, Лера хочет такую съёмку, придётся сделать, дырок на мехах, у меня есть несколько пар мехов, к одной, к фуджику, надо одну продырять, так, нравятся, но не все кадры, но это нормально, перебор с засветками, вот видите, кому-то перебор, так и охота рассматривать, мне съёмка понравилась, не сразу поняла, что это плёнка, точно не без, дарестетика, естественно, артефакты допустимы, а риск данной серии оправдан, вот, да, интересный оборот, фоток был дырявый, но я лайкнул, вас вело проведение, ну да, конечно, я же не могу сам, сам придумать такое, взять дырявый фотик ради эффекта, это всё проведение, всё это проведение делал, вот, а я так, лох какой-то, удалять нельзя, да, мне нравится, интересно, ну вот, видите, разные мнения, но большинство, в принципе, нравится, если голосование сделать, то нравится тоже, да, но вот разные люди написали, он говорит, например, человек говорит, кто эти кадры считает шедеврами, подписчик медведя, он сам, ну вообще-то, дружок, у меня с аудиторией 1100 человек, если в сумме на разных ресурсах, вот, 100 тысяч это много, какой-нибудь журнал в России, там, типа собака, 1015 от силы экземпляров печатает, так что, да, Богородица Миха продырявила, вот, сразу, сразу мне нравится, сразу нервишки, да, это коммерческая съёмка, потому что начинаешь представлять, вот снимал бы я за деньги такое, а мне же клиент такой, а что вы мне тут сняли, сейчас я вас побью и закопаю, когда я только начинал, со свадебными, у меня были какие-то кадры, ну, тогда все снимали свадьбу, очень одинаково, одинаковые кадры были тупые, вот, я снимал что-то такое разнообразное, интересное, и у меня были кадры, например, кадры, в которых было где-то невеста спиной, или у неё были закрыты глаза, и тогда, в 2002 году, это считалось, как бы, недопустимым браком, и я, когда это выкладывал, но это были красивые кадры, очень красивые, или там, я придумал такой кадр, сквозь стекло была невеста, они были всякие блики, это был лобовой стекло автомобиля, она там была, потом этот кадр повторяли все-все фотографы, в России практически свадебные, он стал стандартом, но в самом начале, когда я его придумал и снял это, меня постоянно выслушивал, что до тебя зароют, просто им было страшно, то есть они примеряли это на себя, и им было страшно, и они реально просто вообще не могли, ну, я не знаю, то есть они просто злились прямо, они представляли, что вот они такое снимут, а их клиент за это убьёт, но при этом клиентам нравилось, то есть я снимал свадьбу, людям нравилось, мне писали, звонили, ещё хотели заказать съёмки, а фотографы бесились, злились и писали огромное количество всякой фигни, вот тоже, да, покажу, сейчас вот, например, вот какие-то бракованные, это вот съёмка, это я выкладывал парень из Мариуполя, есть ещё к ней добивка на полароиды сделанная, и там специально прям такие кадры, ну, просто полароид у меня такой старый, и он косячит часто, там бывает неровно, как-то вот, я ещё очень люблю просроченные, просроченные купить расходнички, где там ничего не видно толком, что-то мистическое где-то там вдали, а ещё там это очень часто бывает, размыто и темно, потому что выдержки очень мало, то есть там буквально выдержка, там две секунды с рук, да, как бы, и соответственно, вот, и я вам уже показывал очень много полароидов на эту тему, да, это что, а я просто что объясняю, это полароиды, это клиентская съёмка, съёмка за деньги, и там вот часть снята на цифру, и ещё добивочка сделана такая на полароид, и эта добивочка, вот, она очень понравилась человеку, но она же, её же можно считать браком, но с другой стороны, это же круто, вот он потом заедет в Питер, я ему отдам физически несколько полароидов на память, и это очень круто, и это заказчик, заказная съёмка, человеку нравится, а фотографы просто переживают, они просто вот, типа, они думают, что вот у них страх есть, вот они прям, бух, вот, ну ладно, в общем, отличная камера с дырявым мехом, такую действительно лучше на плёнку не снимать, а если ещё и руки и жопы, то не нужно, видите, у меня руки и жопы, короче, говна, грёб я огромное количество, но интересно, что по факту-то, да, у многих есть такое, мы сегодня посмотрим, мы сегодня посмотрим брак от великих, мы сегодня посмотрим подборку брака от великих фотографов, подборку брака от меня, посмотрим подборку брака от случайных людей классного, то есть мы специально, я придумал, очень классно у нас сегодня будет много всего посмотреть, вот, но сперва разберёмся с природой брака и отношением к нему людей, Так коммерческая, коммерческая. Ну так что? Я же вам сейчас показываю. Коммерческая съемка. Господи, ну какая разница? Тогда вы успокоитесь. Вы должны понять одну простую вещь. Вы всегда носитесь у вас в голове. Это разделение коммерции или нет. Кто у меня учится на курсе, знает про эту глупость, про это тупое разделение. В действительности очень простой критерий. Если человек состоявшийся автор, вы не можете, глядя на его портфолио, сказать, какая съемка коммерческая, какая нет. Если ты не можешь это сказать, если ты не знаешь, ты не уверен, то это и значит, что у человека все хорошо. То есть у него творчество и коммерция выглядят одинаково примерно. Нельзя их вот так четко рассортировать и сказать, ну вот это он лупил коммерцию, а вот здесь он снимал творчество. Значит, к нему уже приходят за его творчеством, когда у тебя есть имя, к тебе приходят уже за тем, что ты делаешь. И значит, все, что ты делаешь, это может быть и коммерция. То есть нет уже этого разделения, что обязательно вот коммерция, а вот творчество. И у меня давно уже, конечно, такая ситуация, что все, я что делаю, может быть коммерция. Есть единственный способ понять, что это не коммерция, это когда я фотографирую Леру. Ну и то, может быть, мы как-то там рассчитываемся между собой, вы вот не знаете, чем и как мне платят за эти съемки, но однозначно тут может быть какой-то интерес. Все остальное вы не можете угадать, творческая это или коммерческая съемка. Соответственно, и не угадаете никогда. И ко мне придет человек с деньгами, я сниму его так. И ко мне придет, или я просто уезжу у кого-то человека, я захочу его снять, я сниму его бесплатно. Но также подход все равно будет одинаковый. Но у вас есть эта граница в голове, вам как бы тяжело, да, вам тяжело, вы считаете, что коммерция это вот так, а здесь это вот так. Смотрите, значит, какие причины приводят к такой реакции, к неприятию брака, и что интересно, даже приятие брака среди фотографов гораздо ниже, чем зрители. То есть зрители способны как-то оценивать чувствами, ощущениями, посмотреть на конкретный кадр, говорить, нравится он или не нравится. Вот. Но если, если это фотограф, да, или человек, или фотолюбитель, короче, человек, который вот вроде как бы понимает, заинтересован в теме, то его всегда от брака передергивает. Почему? Здесь несколько привел. Первое, это в целом оценка по правилам, да. То есть очень многие люди начинающие, когда они начинают заниматься какой-то деятельностью, они считают, что да, что занятие деятельностью это некий набор правил. То есть нужно делать правильно и не делать неправильно. Да, есть какие-то правила. Интересно, что набор этих правил у каждого свой. И один человек может считать правильным что-то, а другой может считать неправильным. Мы сегодня увидим кучу примеров, вещей, которые делают мировые фотографы, за которые им платят хорошо, и которые считаются правильным, скажем, на уровне какого-нибудь журнала или издания типа Ташина или выставки там в крутой галерее, но при этом считаются неправильными на уровне начинающих фотолюбителей. Вот. Такое условие. И, да, Мирослав Тихий, например, да, вот интересный вопрос. И вот эти вот шаблоны, то есть у людей есть какой-то список правил, правила эти со временем меняются, адаптируются, но у них есть список правил. И когда они видят что-то, что вот у них есть правило там, что у человека должно быть видно лицо. Там хорошо, пускай блики, но лицо должно быть видно. Да. Вот, да, толпа любит резкость, яркость и красивость, но это не факт. Видите, очень многим нравится эта серия, она не резкая, не яркая и сложная достаточно. Вот, да. Ну вот есть набор правил. То есть человек считает, что на его кадрах не должно быть вот таких засветок, что его камера не должна быть с дырками в мехах. Лера правильно говорит, да, что должна обязательно модель улыбаться, а то без улыбок, если съемка без улыбок, это брак, особенно если это ребенок или красивая девушка. Вот, мы тут, кстати, посчитали, интересный факт, мы посмотрели по мировым фотографам, и в Дистанции есть огромное количество мировых фотографов, у которых просто невозможно практически найти фотографию, где модели улыбаются. То есть тот же Паула Раверси, там, или уж тем более, ну вот я многих разбирал таких, да, или какой-нибудь там, Хельмут Ньютон, кстати, у него всегда очень серьезные, у него практически нет улыбающихся женщин, хотя они и голые разные там. Вот, еще какие-то люди. То есть есть огромное количество людей, да, в кадр не смотрят, не подставят, Линберг, да, где модели никогда не улыбаются. С другой стороны, есть какое-то количество фотографий, где модели улыбаются, да, Корин Дейх, Хелен фон Унверт, там у Тима Волкера иногда, правда, там театрально, но у Тима Волкера они разные эмоции испытывают, в том числе улыбки. Салли Мэн, да, Дебор, Тубер Вильсара, Мун Салли Мэн, Крюдсон, не найдете, не найдете улыбок, вообще перероете все, по крайней мере, можно на каких-то, ну, таких боковых кадров, несвойственных, но все их классические книжки, шедевры, там все это. У любой тоже очень редко улыбаются, но есть немножко, вот, а есть где наоборот, вот, допустим, Терри Ричардсон, там каждый, там второй, там есть в съемке почти любого человека улыбки, да, в каждой второй кадре, есть, или секс или кадр, есть еще какие-то авторы, где улыбочки постоянно, вот, то есть Унверт, да, молодцы, вот, и, соответственно, но в целом, наверное, 80%, если не 90% фотографов, там меньше улыбок, и где-то у 20-10 улыбки, то есть, наверное, все-таки, как ни странно, есть такое предпочтение, это просто интересное следование, факт, вот, улыбка, да, более простая эмоция, вот, и, но здесь вопрос у тебя в следующем, что тебе говорят, почему у тебя, в съемках нет улыбок, и я пытаюсь объяснить, что это, ну, как бы, у меня есть мое настроение, которым я предпочитаю снимать, да, и это настроение, ну, некий диапазон эмоций, которые для меня более предпочитают, как есть группа, вот, есть группа, она играет хэви-метал, а есть группа, она играет кальянный рэп, и очень странно требовать от группы, которая играет хэви-метал, хотя иногда, может, ради эксперимента, группа, играющая хэви-метал, сделает композицию, в которой будет рэп-вставка, вот, но, скорее всего, все равно не такая, как в кальянном рэпе, но, то есть у меня иногда есть кадры, где улыбаются, но в большинстве случаев, мне просто комфортно и удобно делать в каком-то своем диапазоне свой стиль, да, как и мировым фотографам, и вот в моем самом случае, люди, они обычно вне времени, и у них нет какой-то сиюминутной яркой эмоции, а есть кто-то, у кого есть, вот у Марио Тестина много сиюминутных ярких эмоций, вот, и я, я тоже думаю, что такая красота настоящая, улыбка же, это часто то, что остается, когда больше ничего нет, когда задник, отстойная одежда, отстойная модель, так себе, тогда надо улыбаться, вот, ну, в моем, не знаю, получается без улыбок, короче, нормально, окей, короче, вот есть разные правила, и люди себе какие-то придумывают правила, и по этим правилам и говорят, хотя это не настоящий брак, это субъективная оценка, фактически это вкусовщина, которую пытаются легализовать, и ко мне вот тоже приходит человек, он говорит, Медведев, что ты упираешь, ну, это явный брак, признай, что, он прямо требует от меня, да, он пишет, признай, что это брак, признай, ты должен признать, ты признай, что это брак, все, признайся, покайся, и уйди в монастырь, прекрати снимать, вот, вот такое даже происходит, и это просто в действительности вы должны понимать, что человек легализует, то есть у него есть своя вкусовщина, он пытается придать ей вес, он не может придать, вес своему мнению, своими работами, там, своей известностью, своими гонорарами, какими-то объективно измеримыми регалиями или провинансом, он не обладает, это просто мимошедший человек, но он очень хочет настоять на своем мнении, придать ему вес, и что он делает, он вместо того, чтобы говорить, на мой вкус, это брак, он говорит, это точно брак, потому что я так считаю, то есть вот это слово брак, это просто легализация вкусовщины, не типа мне нравится, не нравится, типа это брак, раз мне не нравится, значит это брак, вот, и таким образом люди, ну, думают, что это слово сильное, оно сработает, они используют его, как аргумент к своему мнению, вот, да, улыбка далеко, улыбка должна быть на месте, потому что, я сейчас покажу про улыбку, даже можем посмеяться, вот, вот, вот эта вот серия, смотрите, посмотрите, она здесь такая печальная, спокойно называется, в моей комнате, in my room, и там, как раз вот спросили про улыбку, и Лера сделала, мы сделали опрос, кстати, по опросу, видите, 10% за улыбку, 90% против, но интересный момент, что, вот, да, вот, Лера сделала такой, такой вариант с улыбкой, чтобы те, кому очень нужна улыбка, вот, они могут посмотреть, это хорошо, можно такой плагин сделать, или программу для айфона, короче, окей, ладно, есть другая оценка, да, по правилам, это, кстати, есть оценка другая по ощущениям, то есть, по ощущениям, это когда просто смотришь на кадр, тебе нравится или не нравится, и здесь тоже бывают ощущения у людей разные, и кто-то, наверное, говорит, вот, раз у меня ощущения плохие, значит, это брак, хотя, в действительности, тоже ощущения не могут быть браком, или не браком, это, ну, дурацкое слово, так и надо говорить, по моим ощущениям, это плохая картинка, кадр, надо было выкинуть, вот, да, радиоактивная улыбка, очень интересно, некоторые люди руководствуются пониманием, нарочно или нет, и это, кстати, меня очень удивило, потому что в действительности, это, сперва это кажется логичным, то есть, если ты, как бы, в фотошопе, нарисовал всяких бликов и засветок, и полно таких плагинов, это, как бы, не брак, а это творческая идея, и твоя классная находка, и твой фирменный стиль, и вообще ты молодец, да, во сколько людей шопят, вот эти вот портретики детишек, и накладывают туда, вот эти блики солнечные, теплые засветки, то есть, добавляют брак в фотошопе, и тогда это все правильно, да, но если у тебя камера с дырявыми мехами, то есть, если это было не подконтрольно, получилось случайно, то это типа плохо, и вот прямо такое мне писали, то есть, забавно, мне пишет человек, я даже ему говорю, слушай, ну вот люди же делают специально все эти эффекты, и тогда все такие, вау, круто, хорошо, а тут, да, тут не специально, тут риск, ну, это даже лучше, наверное, в чем-то, тут же рука боженьки, тут есть непредсказуемость, это интересно, это интрига, это эмоции, но нет, вот люди очень боятся, да, и вот эта штука, это страх потери контроля, то есть, человек очень боится, особенно, когда он не уверен в своих силах, когда у него узкий диапазон, вот, например, вот фотографии человек не уверенно шагает свои шажки, он снимает, вот так у него получается, шаг лево, шаг право, у него не получается, обычно это из-за того, что у него просто недостаточно опыта, он не был в разных ситуациях, он не переживал, не ходил по разным граблям, да, и ему очень важен контроль, ему нужно очень важно сохранить, сохранить все в узком определенном диапазоне, вот контролируемом условии, обязательно обработка, потому что это тоже вопрос контроля, да, чтобы все выглядело так, как я хочу, а не так, как оно получается, не так, как оно в жизни, вот, да, и вот этот страх потери контроля играет большую роль, и когда люди видят, что даже они сами боятся потерять контроль, конечно, просто в жутком снею, я же, вы же поняли, что это хэллоуинский стрим, я рассказываю сегодня про страхи, вот, они боятся выйти из зоны комфорта, да, потерять контроль, но, но, да, ломография, это мы еще поговорим, отдельный разговор, но, так они из-за других боятся, то есть, когда видишь, что какой-то другой человек отпускает этот самый контроль, они сразу начинают на него агриться, злиться, говорят, убери это с наших глаз, не раздражай нас, даже одна мысль нас, ну, пугает о потере контроля, и вообще, слышишь, чувак, раз, ты лох, значит, ты неумеха, то есть, ты неумеха, раз у тебя так, ты неумеха, ты не контролировал ситуацию, они даже предположить не могут, что можно пустить контроль специально, ну, есть, например, целое такое направление в искусстве, все время называется дадаизм, да, генеративный арт и так далее, где художники специально ищут какие-то способы создавать картины по длине внешних сил, случайностей каких-то событий, и таким образом они разноображивают свое искусство и получают что-то новое, что никто не мог придумать, да, вот, и это очень хорошая тема, да, 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 Пикассо это брак, очень много таких художников, название стрима пугает, я согласен, я сегодня делаю холынский стрим, такой, ууу, брак, жил-был фотограф, он пошел на съемку, и там у него получился брак, мрак, вот, ну, в общем, страхи, и очень много здесь вопросов страха, вот, да, ну, как бы я специально так спровоцировал, то есть, это был в смысле, Медведев говорят, ты лучший, это был, ну, вот эта съемка, это осознанная провокация, понятно, что если я захочу снять четко, я, ну, блин, я проверю камеру, ну, просто сделаю, я делаю тестовые снимки, то есть, если я покупаю новую камеру, я проверю, как она работает, прежде чем бэкстейдж снимать на видео, выкладывать на весь интернет, раз я, как называется, вот так делал, значит, ну, это просто, очевидно, что я себе хотел сделать все качественно, у меня есть другие камеры, это не единственная моя камера, а еще меха поменять можно, мрозно, а можно купить другую камеру, у которой меха не светит, ну, короче, но люди такие, нет, ты бракодел, ты не знал, это случайность, интересно, вот, смотрим дальше, страх потели, контроля, страх негативной оценки, да, потому что люди, у них есть стереотип, они думают, раз тут такие засветки, тут такой брак, то, наверное, другие люди оценят негативно, мы не хотим негативной оценки, мы очень боимся, начинаем прицеливать даже других, то есть они проецируют себя на тебя, тебя на себя, отставят себя на твое место, и думают, блин, а вдруг модели не понравятся, мне написали несколько комментариев, что модель, конечно, расстроена, то есть очень уверенным тоном пишут, модели, конечно, расстроена, модель в восторге, ей все нравится, у нее куча нормальных резких фото, но они немножко туповатые такие, ну, как бы скучные, да, полный инстаграм, вот, и там половина фото достаточно скучные и типовые, и это как-то разноображивает и отличается, то есть этот человек, он любит фотографироваться, вот, он ходит сниматься, и это отличается, да, вот, правильно Лера говорит, если зайти в инстаграм модели и проверить, там три поста восхищения, модели все понравилось, но люди, они же, они даже, то есть они не верят, то есть им говорят, что нам нравится, нет, ты бракодел, ты подаешь нам брак, запах, модели нравятся, нет, такого не может быть, вот, короче, вот такие страхи и зажатость в своей какой-то вещи, то есть страх негативной оценки, да, да, вот это вот, один фотограф пошел на съемку и отснял один брак, он был свадебным фотографом, больше его никто не видел, такая хэллоуинская история, его действительно закопали где-то, вот, окей, или он за свой счет он устраивал свадьбу еще раз, с нормальным фотографом, вот, почему брак не любят, короче, смотрите, давайте сейчас будем подходить уже к сути, и будем смотреть классный мастер-класс, у нас по браку сейчас будет, почему брак не любят, в общем, во-первых, проекция страхов, то есть проектируют свои страхи и нежелания, то есть боятся, что их фотоаппарат такой выдаст, боятся опозориться, боятся вот, вот, это раз, дальше, комплекс неполноценности и конкуренция, то есть, ну, если все вокруг начнут снимать, что они хотят, а как так, ну, то есть, он вот может такое, я не могу, да, я вот не могу, я снимаю всегда хорошо и четко, но меня очень много народу, да, злится как раз за то, что я себе позволяю какие-то эксперименты или какие-то нарушения, там, привычек типовых стандартов фотографов, а вот не обрабатываю, а вот это, а вот то, а вот здесь так снял, а вот тут так снял, и вот это нарушение ожидания этих товарищей, да, которые достаточно, ну, такие однообразные, скучные, понятные, лобовые, оно их бесит, потому что у них, они в принципе, то есть, они считают, ну, им это не нравится, они это не понимают, да, то, что я делаю, но их бесит то, что их не понимают, потому что они не могут понять то, что я делаю, не могут понять, не могут повторить, не могут решиться на такое же, И эта конкуренция вызывает у многих конкурентов комплекс неполноценности. Почему вот Медведеву можно? Что ты, Медведев, думаешь, тебе можно такое? Тебе тоже нельзя. Вот, да, люди не могут победить свои комплексы, правильно. Окей. И есть еще такая интересная нетривиальная причина тоже, почему люди не любят брак. Это боязнь сложности и выхода из компетенции. То есть, когда мы ступаем на эту территорию, пока есть простые правила, все понятно. Вот есть резкая картинка, цветная, и модель улыбается. Все хорошо, все, нет проблем. Резко-резко, цветное-цветное. А тут какие-то странные, нерезкие фотки, мутные. Хорошо это или плохо. И теперь придется разбираться. То есть, ну, человек начинает сознавать, что у него достаточно узкий опыт зрительский, что он не очень много знает, что он не может отличить классный брак от плохого брака. Да? Вот. И, в общем, вот эти вот три, вот эти три причины, они приводят к тому, что очень не любят брак. И что интересно, еще раз говорю, брак, в первую очередь, не любят не обычные люди, а те, кто сами увлечены фотографией. То есть, вы будете слышать негативные комментарии на экспериментальные интересные работы, типа это, в первую очередь, а те, кто сам увлекается фотографией, считает себя фотографом, или кем-то таким причастны. То есть, кто интересуется профессиональной хабины. Вы практически не услышите негатива на такие работы от людей, которые не интересуются фотографией, не отождествляют себя с фотографией, как с занятием. Да? Вот. И это очень забавно. Я просто вот тоже, у меня был вот этот ролик, посмотрите, хороший фотограф, плохая камера, где мы снимали специально на очень дешевую камеру. Большинство кадров я сделал, наоборот, четкими, правильными, чтобы показать, что она очень дешевая. Но несколько кадров все сделал в своем стиле, и там есть какой-то брак. Вот здесь вот размытие в движении, это специально, чтобы передать такое ощущение, да, что он идет на тебя. Вот здесь вот я сделал такую композицию, очень неправильную, она заваливается, модель в одну сторону, задник в другую. Это чтобы показать некое эмоциональное состояние, такое вот неопределенность. Вот здесь вот я снял через стекло грязное. Это большинству людей понравился этот кадр, но реально здесь фокус на стекле, если вдуматься технически, это брак. Вот. Или вот такие картинки, да, то есть очевидно, что могу я сделать правильную экспозицию. Блин, ну за 27 лет занятий фотографии я научился попадать в экспозицию. Серьезно, на любых камерах. Я на глаз могу без экспонометра там на пленку поставить плюс-минус нормальный параметр, плюс-минус ступень я вижу на глаз практически. Вот. Но иногда хочется что-то такое сделать, и это круто. А ты это делаешь, и тебе, о, а ты бракодел. Это здорово. Рекольно. Я к чему все это разговариваю? Потому что не бойтесь. Да, придут придурки всякие, будут вам писать, что вы бракодел, и у вас руки с жопы. Ну и что? Пусть завидуют. А им вот никогда не решиться на такое. Классное ощущение. Офигенная картинка. Кстати, обратите внимание, улыбка. Тут улыбка в тему. Улыбка пересвеченной картинки. Это прекрасно. Да, Медведев настолько хреново снимает, что оторваться от фоток невозможно, написали. Интересно очень в чате. Я слежу краем глаза, но просто, чтобы рассказ не прерывать. Но вы молодцы, пишите мысли. Я как бы прям даже слежу за ними. Окей. Так, короче, мое мнение. Смотрите. Как вам с этим жить? То есть, вы можете, конечно, свой... Я не давлю. Каждый из вас волен свой вывод сделать и по-своему относиться к браку. Но, но... Мое мнение такое. Можно дать единственное логическое определение браку. То есть все, что все вот эти вот мнения людей, вот это все брак, не брак, это все вкусовщина. Это нереально. Есть ли единственное реальное, более-менее определение брака? Когда можно более... Или менее верно сказать. И я считаю, что определение вот такое. Что брак это то, что вы не можете использовать. Все. Вот это единственный критерий, который офигенный. Вот если вы действительно не можете это использовать, не можете отдать это клиенту, не можете выложить это интернет. Не важно по какой причине. Боитесь, не подходит, считаете, что... Это брак. То есть брак, в смысле, это то, что не увидит свет. Нет. Если вы выложили какие-то работы, это уже не брак. Вы их выложили. Вы их использовали. Вот. Вот это надо понять. То есть реально, да, брак существует, но брак это то, да, что вы не можете использовать. Все, что вы можете использовать, если я снял какую-то модель с засветками. Я сделал бэкстейдж и получил на нем просмотры. Я получил серию, модели это понравилось. То есть смотрите, это использовали несколько раз. Да, я это использовал, она использовала. Бэкстейдж это еще одно использование. Вот. Это очень важно. Да, да, да. Вот, например, это, да. Вот есть всякие дрочеры, да, тех на стриме, где у него всегда все четко должно быть. Все должно быть четко. Все должно быть четко. Вот. В том-то и дело, что, когда говорят, брак разный имеют в виду, мы сейчас поговорим на эту тему. А, кстати, если вам интересно, вот это, это оптика Юпитер советская, да, но на цифровую камеру. Это на Sigma FP. Ну, это полнокадровая цифровая камера, но на нее одета оптика монофокусная советская. И поставлена, ну, просто плюс сильной экспозиции, чтобы вот эти засветки оптики стали совсем такими аналоговыми, яркими. Вот. Поэтому, ребята, давайте так, смотрите. По-хорошему брак это то, что нельзя использовать. То есть, если какой-то эффект вы можете использовать, даже если, расслабьтесь, даже если вы не планировали этого. И у нас тут, кстати, обязательно сходите, у меня есть канал Телеграма для всех, внизу есть ссылка на этот канал. Вот. У нас в канале Телеграма, между прочим, там прислали люди как раз разные фотографии. И они прямо пишут, что вот, ну, просто вот пример, вот я сейчас покажу вам, вот просто пример фотографий, которые получились как брак, да. Но, вот смотрите, значит, вот эта фотография. То есть, человек неправильно строил вспышку. Ну, то есть, он не планировал, что будет так. Но у него получилось вот так. Это классно. Да? Это круто. Вот. Это очень здорово. Ну, то есть, он такой, ну, окей, классный кадр получился. Я сделал это ненарочно, хорошо, случайно. Всякое бы, аппаратуру подвела, сам лажанулся. Но, эффект крутой, крутой. Может ли человек в следующий раз использовать такой эффект? Теперь может. Он знает. Вжарить на пять ступеней ярче вспышку, чем надо, и ба-бах, и будет вот так. Ночью. Почему не сделать такое? Да? Круто. Давайте еще посмотрим. Это из того, что вы мне прислали. Подписывайтесь на мой канал Телеграма, мы там все обсуждаем, присылаем. Интересно, там очень нам присылали. Вот эта картинка. Это, правда, картинка... Вот. Она... Посмотрите, какой здесь Хэллоуин получился. Это просто какой-то любительский кадр, который из-за движения модели превратился, размазался на телефоне. Это стебно. У-у-у! У нас же сегодня Хэллоуин. Вот вам хэллоуинская фотка. Реально. Это, правда, не кадр человек, который прислал. Это чужой кадр, он говорит. Но он прикольный. Ну, в тему просто, да? Когда вот можно случайно сделать какой-то кадр. Или вот кадр, да? Это уже не случайно. Ну, вот здесь длинная выдержка кадрирования неправильная, да? И кадр всем очень понравился, эмоция приятная. И то есть здесь есть брак по композиции, да? Брак по резкости, брак по... Короче, по всему тут брак. Вот, но если эту картинку, она приятная, несет приятные эмоции, да? Человек говорит, я распечатал 30 на 40, она висит и всем очень нравится, еще и отпечатанная. Вот. И это круто. Да, кто новый пришел, лайки ставим. Или вот, холодок прислал. Это пленка тут какой-то. Это такая хрень, это на пленке что-то прилипло. Это, наверное, какая-то липкая фигня. Или при проявке, или каким-то роликом. Короче, или камера там внутри, что-то было плохо, она процарапала пленку. Короче, вот такая история. То есть тут двойной брак, да? Есть брак от техники, вот. И есть брак от еще съемки, да? То есть снято не резко, это поцелуй, но он снят снизу, с ракурса. То есть тут прямо брак на браке, браком погоняет. Но клево же получилось. Вот, да, ролик продавил какой-то. Вот, и мне нравится, мне даже вот эта вот аналоговая фигня, она не бесит меня. Вот, но это ладно. Короче, мысль такая. Да, привет бракодилы, мы знаем, наш символ это черный кружочек. Секретный символ нашего сообщества бракодилов. Ставьте лайки. Нас уже почти 500 человек. В общем, мысль такая. Смотрите, меньше слушайте всяких дебилов и мимо крокодилов, да? И людей, которые ходят. Ладно еще там модель или заказчик, вы, это еще важно. Ладно, какой-нибудь эксперт или человек, которого вы уважаете или там. Но если это просто случайные люди, да, вот, вот это вот у нас символ точечек черных. Да, брак это то, что я забраковала. Вот, то не надо. Лучше учитесь использовать разное. То есть учитесь использовать разные вещи, в том числе несовершенство техники, даже, возможно, какие-то случайности или неконтролируемые процессы. Например, купите просроченные пленки, там еще что-нибудь сделайте. Там разные могут вещи делать какие-нибудь. На очень длинные выдержки можно походить с фотиком. Там не знаешь заранее, что получится в итоге. И так далее. Вот. Прям выдержка длинная, ты еще движешься, да, идешь. Включаешь прям несколько секунд и идешь в какую-нибудь сторону. И смотришь, что получилось. Мы сегодня увидим такие кадры, это очень круто. Учитесь, пробуйте. Это классно, это разнообразие, это привлекает внимание. Да, будут хейтеры, мы с вами, но смотрите, ну, вы можете не бояться этого хейта. Мы с вами сегодня выяснили механизмы, мы выяснили, что в основном это собственные страхи этих людей, их ограниченность и их неконкурентоспособность, то есть их боязнь проиграть. Она вызывает, о, классно, мне сердечко присылали. Она вызывает вот эту реакцию, то, что они хотят ваш брак запретить, чтобы жить спокойнее. Но для вас это прикольный инструмент. Вы можете использовать брак технически, да, и композиционный, любой другой для того, чтобы воздействовать на зрителя, вызывать больше эмоций и привлекать больше внимания к своим работам. И правильнее говорить слово эффект. Эффект это что? Это когда получилось. То есть когда эффект сработал, есть эффект, да, говорят эффект, есть эффект. Вот получилось не резкость, потому что мне как раз прислали много разных работ здесь. И, конечно, они не все хорошие. То есть в каких-то работах вот ты смотришь и ты понимаешь, что, ну, просто это не очень удачные фотографии. Ну, вот что-то в них неудачное, действительно. Ну, вот они неудачные. Вот эта вот фотография, вот она, ну, вот Дмитрий, который ее прислал. Ну, там просто какой-то не очень удачный свет. И действительно это не история, да, как бы. Вот. А какие-то фотографии, мы сейчас посмотрели, они вот здесь удачные. Вот, хотя и кадрирование неправильно, и размытие есть. Вот у Юлии, вот. И, соответственно, это каждый раз решается по-разному, да, удачно это или нет получилось, хорошо или плохо. Но пробовать-то надо, то есть надо не стесняться, пробовать, смотреть, потому что может выйти что-то очень крутое. Вот. Не всегда хорошо, но когда вышло, да, да, смотрите. Ну, что, бракодила, челлендж? Bad photo exhibition. У кого хуже? Слушайте, присоединяйтесь, к тому же целый челлендж в Инстаграме будет сейчас с черной точкой. Вот. И суть заключается в том, что здесь главное, чтобы был эффект. То есть вы пробуете разное, вы рискуете, но если получается, получается клево. Если не получается, ну, стерли и забыли. Никто вас не накажет. Не бойтесь экспериментировать. Вот в чем мысль. Но когда получится, здорово, задевает людей, получается что-то необычное. Фотки, они выделяются, они вас выделяют, они не занудные. Ну, они любой серии, хорошо, когда в любой серии есть какая-то странная непонятная фотка с каким-нибудь эффектом. Вот, да, можно поставить себе вот эти точечки. Окей, поэтому правильнее говорить, наверное, эффект. И да, эффект может получиться, а может не получиться. Вот, значит, и какие бывают эффекты? Сейчас, вот. Значит, смотрите, что можно использовать для создания вот таких вот эффектов. Слушайте, ну, хэштег я, не хэштег, давайте у меня, у меня, постите брак у меня в канале Телеграма. Вот этот пост, вот, про это, она с анонсом этого. У меня канал открытый публично, внизу есть ссылка. Вот она, ссылка в углу, вот эта ссылка. Да, как бы вот, фото Медведев, вот она. Вот эта ссылка. Вот, постите, заходите в этот канал, там найдете анонс, собственно, этого стрима о браке. И фигачьте туда самые офигенские бракованные работы. Присылайте, я все посмотрю. Потом на одном из следующих стримов мы поглядим самые классные, которые получились лучше всего. Вот и все. То есть, давайте так. Зачем придумать какой-то хэштег этим просто? Еще Инстаграм там то видно, то не видно по хэштегу, то забанят. Ну, короче, просто в Телеграм мне присылайте эти картинки, и я потом выберу что-то прикольное еще. И покажу на одном из следующих стримов. Это круто. Окей, смотрите. А какие способы делать вот такие эффекты? Давайте говорить слово эффект, который прикольный. Лили-брак. Значит, старая техника и старые расходники. Старая техника, которая плохо работает, нестабильно работает, просто мутно работает. То есть, работает как надо, но по нынешним меркам это брак. Вот. Расходники всякие просроченные, криво проявленные, кросс-процессы, пуш-пулы, там, полароидные кассеты, которые уже пять лет как должны быть выкинуты. Вот, это раз. Дальше, но это не обязательно. Можно и на цифру снимать, конечно же. Разные вмешательства всех видов. То есть, тряска, съемка на длинный выдержок, там какие-то через что-то, какие-то помехи, там, попрыгать, побегать, фонаром посветить. Ну, короче, когда вы портите картинку, делайте всякие вмешательства. Дальше, неподходящие параметры, да, очень длинная выдержка, очень яркая экспозиция, неправильный фокус и все такое. Неправильная настройка камеры, по сути. Специфическая композиция, да, которая считается неправильной. Ну, там, вот, отрезать один глаз от человека, пернуть его ногами, еще что-нибудь сделать. Вот, специфическая экспозиция и цвет, снять через красный фильтр, настроить цвета безумные. Вот, экспозиция странности в действиях, позах, эмоциях, тоже клево, да. Сейчас мы об этом посмотрим, примеры и поговорим. Странные локации, стиль, идеи и другие решения. То есть, в целом, странности и то, что многие считают браком, то, что, как бы, стереотипически считается неправильным, да. То есть, нельзя так, надо, вот, нарушение правил осознанное, это все тоже работает. Вот, да. Ну, ломография вообще давно известна, еще и до ломографии. Слушайте, еще, все, что изобрела ломография в 90-е, изобрели товарищи с полароидами в конце 60-х в начале. А до этого еще Мэн Рэй изобрел все это на пленку. Ну, в общем, ломография, это просто, скажем так, ломография ничего не изобретала. Она просто стала массовой. То есть, это уже вот эти эффекты, они пошли в массы, да, как бы массовую. Вот, ну, ладно, ломография, как раз, о том, чтобы, да, снимать на ощущениях и не бояться брака. Вот это все можно использовать. И наша сегодняшняя цель, сейчас мы с вами посмотрим офигенные подборки. Наша сегодняшняя цель, то есть, помните, такой фильм был, как я полюбил атомную бомбу, да, доктор Стрэндж Лав. Я придумал такое название, да, хэштег Black Hole, давайте так, да, черная дыра. Как полюбить странное, принять и понять его и начать использовать в своих кадрах. Вот интересная задача, и если вы не против, давайте попробуем, да, попробуем полюбить, принять, понять и даже начать использовать. И я вам сегодня покажу. А может, это просто наркоманский стиль. Ну, вот это вот опять, есть такой термин, знаете, люди, они очень любят, когда они что-то не понимают, они говорят наркоманский. Например, шутку не понимают в КВН. И такие, ну, это наркоманский юмор у этой команды. Да, как правило, это все по трезвику делается, просто, ну, вы не понимаете, вы на другой волне, там, это слишком. Вот, то есть наркоманским обзывают, как правило, то, что как раз не имели никакого отношения наркотики к созданию этого. Вот, ну, просто это выход за определенные рамки, да. Итак, как полюбить странное, принять и понять его и начать использовать в своих кадрах. Вот, это интересный вопрос. Здесь очень важно пройти вот эту внутреннюю трансформацию от законов, да, когда мы считаем, что есть какие-то неприложимые законы. Фотографии нельзя кадрировать по суставам, нельзя по центру кадра солнышко разместить, нельзя в портрете, чтобы модель смотрела в сторону, нельзя человека спиной снимать, там, глаза должны быть резкие. Вот, ну, это прям законы, прям, знаете, не убей, не укради, если упаси, Боже, ты этот закон не выполнишь, Боженька тебя покарает. Вот, дальше есть правила, правила это уже более опытный человек, он начинает понимать, что, ну, законы, они не совсем законы, а скорее некие правила. Ну, что такое правило? Правила это как правило, когда ты надеешься, но если ты будешь делать резкими глаза, то людям твои картинки будут больше нравиться, чем не нравятся. Ну, кстати, не всегда так. Но вот есть правила, правила это уже не закон, можно им их нарушать, эти правила, но, в принципе, если ты хочешь, там, твердо и спокойно, там, гарантированного результата, не рисковать, да, а ты стараешься придерживаться каких-то правил. И чем еще отличается правило от закона? Закон надо как бы все соблюдать всегда, да, а правила ты себе выбираешь. Вот в этом снимке я следую этому правилу, а в этом я ему не следую, а вообще я люблю вот эти правила, но не люблю вот эти. Вот пускай другие фотографы им следуют. Да, не уголовный кодекс, а скорее список рекомендаций. То есть вот это как бы уголовный кодекс, и здесь шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству, прыжок на месте, расстрел. Здесь как бы нет, просто ты, правила это как костыли, костыли помогают тебе ходить, когда ты неуверенный, слабенький, да, ты еще слабенький, тебе нужны костыли. И ты выбираешь себе ту или иную модель костылей, или может быть палочку, или может быть ты, у тебя велосипед сперва с тремя колесиками, с четырьмя, а потом ты эти два маленьких отвинчиваешь и уже катаешься на двухколесном велосипеде, потому что тебе уже не надо эти вспомогательные колесики. Вот такая история. Вот. И самый классный и высший пилотаж, это когда человек уже действительно свободно занимается творчеством, это приемы. То есть когда человек делает что-то не потому, что принято так делать или считается, что надо так делать, а когда человек делает какое-то действие, чтобы вызвать какую-то реакцию зрителя. То есть человек осознанно и осмысленно делает, например, фотографию нерезкой именно в данном кадре для того, чтобы у зрителя было определенное ощущение, например, передать, как видит пьяный человек там и так далее, да. Вот это называется прием То есть прием, когда ты делаешь что-то Не потому, что это принято или не принято Модно или не модно Потому что есть конкретная цель Я вот это сделаю в этом кадре И мои зрители, они, значит, подумают Или почувствуют вот это То есть ты хочешь добиться конкретной реакции от зрителя И для этого ты делаешь прием Вот, и прием это высший пилотаж Это когда люди, ну, до этого надо дорасти И вот я вам просто предлагаю Не тратить на это кучу-кучу лет, а просто понять, что есть прием Ну все, поехали Значит, что мы сейчас посмотрим? Сейчас мы с вами у нас будет офигенский То есть первый час мы рассказывали о теории брака Я думаю, вы немножко уже подустали Ну и вот мы поедем И сейчас мы с вами будем смотреть много картинок Тоже пока не устанем И у нас будет в меню у нас три подборки Первая это случайный брак от обычных людей Это очень интересный прикол Значит, сделали такую книжку И вот человек выложил к ней был диск Короче, это от бракованной фотолабораториях То есть фотолаборатории отдавали картинки И помечали, что печатать все удачные То есть просто не печатайте брак То есть вот на, так сказать, на усмотрение фотолаборатории И, соответственно, вот здесь вот подобрано огромное количество кадров Которые фотолаборатория сочла браком И не стала печатать Но что интересно, что когда ты проматываешь Вот эта ссылка, она есть у меня тоже в Телеграм-канале Туда заходите Вот в топике ссылка на этот Я даже могу даже кинуть ее Слушайте, вот прямо в чат Сейчас я кину эту ссылку на Яндекс.Диск Вот, смотрите, я кинул ее в чат Ссылка на Яндекс.Диск Вот от меня сейчас вот тут вот Вот здесь вот она Вон Медведев желтенький Вот, и там есть очень интересные кадры И ты начинаешь смотреть постепенно Тут важно посмотреть именно все это в пачке В это въехать Потому что что-то, ну, не очень крутое Но в целом, как вот они лежат вместе Причем интересно, что это их не специально раскладывали Это Яндекс.Диск их так разложил Но когда начинаешь на все это смотреть Ты начинаешь понимать, что в этом есть определенная прелесть И нельзя сказать, что прям так однозначно плохо Кстати, вот этот кадр Есть один крутой фотограф Он такие вещи снимает Похоже, он сюда затесался Но не суть Вот И вот прикольно же получилось Да, что-то тут не очень Что-то клево Но в целом вот есть какая-то в этом визуальная поэзия Интересные ощущения есть И можно отсюда выбирать много-много прикольных кадров Еще как-нибудь здорово разложить Это поможет вам просто немножко перестать бояться И напрягаться на тему брака Потому что это вообще просто случайные кадры Это какой-то глюк людей Просто у людей не получилось У них фотик сглючил Да, экспрессионизм У меня есть экспрессионизм и прессионизм У меня там есть видео на канале Посмотрите Вот Это был случайный брак То есть видите Даже случайный брак не так плохо Вот Теперь мы немножко пробежимся по моему браку То есть я показываю своих работ Где какие-то элементы Которые можно считать браком И объясню, что к чему А потом мы посмотрим самое вкусненькое Мы посмотрим подборку брак великих То есть великие фотографы И какие у них самые главные бракоделы И какие у них клевые работы Вот Смотрите Давайте немножко побежим Здесь это Ну очевидно блики Нерезкость через полиэтиленовую пленку Съемка Видна моя тень на правом кадре И вот это вот Создает такую загадочность Но с другой стороны Почему не обязательно Всегда все в лоб И четко показывать Иногда загадочность Это лучше Да Вот здесь засветка И это не случайность Я специально Так Там очень яркий свет сзади Я закрыл этой штукой И специально так построил кадр Чтобы часть света пробивалась сбоку И как бы показывал Откуда идет свет на модели Да То есть вот это Вот использование засветки Вообще засветок огромное количество Здесь Ну экспозиции Да С одной стороны силуэт С другой стороны Всякие неровные линии Пятна света на модели Вот Использование каких-то вещей Чтобы закрыть Да Одно лицо не резкое Второе закрыто ветками Но резкое Вот это вот история Да Или еще вот Смотрите Это использование Просроченных расходников Специального полароида Чтобы создать Такое ощущение Другого времени Как будто съемки в 70-е Причем здесь Еще и локация подобрана Ну тоже С точки зрения Вот не нашего времени Такие 70-е 80-е Одежда Если внимательно посмотрите Локация Все это сделано В неком стиле И снята на черно-белой просрочку Чтобы вот такой Очень был эффект Таких точечек Вот Или вот Под Тарковского Такие полароиды Да Тоже Про полароиды у меня тоже есть Крутое видео На канале Обязательно посмотрите Здесь вот немножко Засветка Да И резкость Немножко не там Где надо Резкость На шкафоне На модели Она из-за этого Такая светится Вот Вот тоже смотрите Правый кадр Я часто такое делаю То есть я делаю Иногда выбитое небо Какие-то засветки И как раз Помню на какой-то Очень это Вот техно-дрочеры Очень бесятся Да Ты не мог экспозицию Нормально поставить Не Ну это же ощущение Ну неужели вы не понимаете Это ощущение Человек уходит в свет Ну Можно конечно Поставить нормальную экспозицию Более того Можно его развернуть Вот пример слева Да Поставить его И как бы И будет видно Вот Вот тоже Серии панков Да Там такие засветки Съемка в контрревике Специально Чтобы это было Вот Вот тоже Такие Вжжж Динамика Драйв Засветки Обрезанные конечности И такое неудачное Кадрирование Немножко спонтанное Чуть кривое косое Слева Конечности обрезанные Да Так же нельзя По законам Так нельзя В тюрьму его В тюрьму за такую фотку А справа Это видите Немножко наклоненный кадр И такой Тут кусок стены Тут криво Косо так снято Но он как бы В противовес этому То есть Брак по кадрированию Вот здесь вот У парня справа У него провод из головы Там тоже ребята Очень много обсуждали Ну Я просто не понимаю Уровня дебилизма Этих обсуждателей Неужели они не понимают То есть Насколько надо быть неумными Что За три секунды Я в фотошопе Убрал бы этот провод Если бы я пожелал Его убрать Так же Неужели они не понимают Что я специально Вот снял И как бы этот провод Проходит через голову Я решил Это прикольно Это дает Какой-то такой Посыл Странный Так же И выражение Его лица Тоже Вот И Ну то есть Это все не случайно Но люди такие Нет Это брак Господи Ну не нравится тебе Ну закрой пальцем Закрой пальцем Этот провод Или там Скачай эту фотку За фотошоп Его Смотри без него Вот Или темные кадры Да Иногда очень темная экспозиция Создает ощущение Настроения определенное Хотя это можно говорить Что это брак по экспозиции Знаешь не брак Это так настроено Вот Или вот размытие в движении Да Допустим Или вот какие-то эффекты Связанные с какими-то Искажениями пространства Здесь кривые стекла Кривые зеркала Вот Еще красный свет Такой прям Джих Смотрите как колбасит Здорово Съемка через стекло Это съемка через зеркало Которое еще попорчено Фокус на зеркале Не на модели Кадрирование Да Рука обрезана краем кадра И вообще сверху Куча свободного места Снизу Это Вот Опять Съемка с земли И сзади Вообще Совершенно какое-то Дебильное кадрирование Да Дебильный ракурс Сверху куча свободного места На ней прям Какие-то грязь Не видно толком Все провалено Что-то мешает Да Грязь вот эта вот На стекле Размыто Господи А проводка Ты Алекс Я тебя не понимаю Ты не слушал Начало конференции То есть Ты говоришь Проводка браком не считается Брак это вообще термин Дурацкий Мы вроде об этом обсуждали Считается Не считается Кем считается Что считается Проводка может получиться А может не получиться Это эффект Ты делаешь эффект И надеешься Что он будет иметь эффект На зрителя Может получиться хорошо Проводка А может плохо Считает это кто-то Не считает браком Это вообще пофиг Совершенно не важно Да Вот смотрите Мягкие картинки Нерезкие Резкость вообще Где-то мимо И пересвет еще здесь Тоже полароиды Или вот так человек Кадрирован Да Наслоение Нескольких кадров Друг на друга Можно очень круто Здесь вообще Вот класс Я делаю кадры Как раз Смотрите У меня Пушкин Это такая шутка Черная речка И Пушкин И метро Поезд метро Нерезкий Нерезкий Пушкин Нерезкий Нерезкий Фокус только На надписи Черная речка Ну почему бы и нет В этом мне кажется И прикол такой Определенный Вот Тоже вот полароиды Там человек Зачем-то Вот это что вообще Такое Что тут Ничего не видно Ну это Ничего синий Справа У нее еще С цветами Что-то странное Вот Размытом Движении Пересвет Дикий пересвет Это что такое За пятна Тоже какое-то Тут Пересвет Это вообще Что это за месиво Ну подскажу Это проектор Проектирует виды Нью-Йорка На модель Вот На черную стенку Но выглядит Конечно Странно Да Вот это тоже Что тут Ничего не видно Непонятно И вообще Вот так вот Смотрите Вообще Одно ощущение Курит Слева пересвечено Справа провалено Вот еще Вот Вот такие Полароиды Прям Слева Это кстати Мультиэкспозиция На пленку Еще и напечатанная Вручную Это я сам напечатал То есть я напечатал Короче Кадры Друг на друга На слоев Там специально Справа Тоже С это Бывает Стиль фрик Что значит Бывает Стиль фрик Ладно Алекс Стиль фрик Бывает Нет такого Стиля фрик Действительно Стилистический Фрик Это поведение Выход за рамки Норм Фриковатые Это как раз Нарушение Сложившихся Рамок И стилей Окей Наслойка Ну это Мультиэкспозиция Слева Посмотрите Девушка Размытая Такая В движении Вот так Вот Дым Тут слева С одной стороны Парень Заслонился С другой стороны Смотрите Камни Движения Фаза движения Странная Волосы у него Такие Закрывают Глаза Вот Свет Конечно Вот на это На эти кадры Там тоже Все агрелись Как так можно Так нельзя Вы что Это у вас Солнцев Нельзя снимать Против солнца Нельзя снимать Против солнца Никогда Ну это еще Полароиды Еще Нерезко Вот тоже Против света Еле-еле видно Практически Да То есть Такой брак По свету Огромное стекло Сзади бьет Слева Размытие В движении Прямо Налево Направо Размылась Посмотрите Вот Нерезко Причем Оба кадра Нерезкие Можно и против Спасибо Александр Спасибо Что ты мне Разрешил Снимать против света Спасибо тебе большое Теперь я все время Буду снимать Против света Эй Сердечко Да Вот Так Ты же ура Праздник Снимаем против света Александр нам всем Разрешил Вот так вот Смотри Вот так Слабо Ух Интересно Модель Убьет за это Нет За светки Полароиды Не будем его инвертировать Отсканировал Вместо позитива Негатив Прожженная Солнцем Рука Это брак По Этому Ну Смотря как Ты снимаешь Против света Можно так снять Что и Не совсем Силуэт Вот Кстати Если Немнительно Посмотреть Здесь вот Съемка Это против света Но Не силуэт Тут Ну То есть Ты видишь Просто Очень деликатно Зависит Зависит От фото Широты Твоей камеры От контраста Сцены От умения Приходите На курс Внизу ссылка Ну что снимать Против света Круто Тут тоже Кстати парня Видно Несмотря ни на что Он не превратился Полностью Всего Вот Чисто только Одну руку снял Композиционный брак Как порезали Человека Вообще Вот Или вот тут Смотрите Вот тут он размытый Тут все Хорошо Тут понятно Кристофер Ланг Такой Вот здесь Он уже Начинает быть размытым Двигаться Да А вот здесь Вообще Он зарисован Какой-то цветной шнягой Зачем 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 Это вот А вот Или вот Смотрите Не резко Не видно Или так Вот слева Она вообще Не резко Ва Или вот свет Тоже Контровой свет Есть модель Из контровой свет И вот так Можно Так еще Круче Брак Это брак Не умеешь Снимать Да Или вот Они его закрыли Его не видно Что это такое А вот так Можно снимать детей Боже мой Ребенок С краю кадра Посмотрите на ребенка Это Ходячий брак Вот В общем Это я Мастерка Вот перевернули Парню Он не с той стороны Вообще Получился Почему-то Вот Кверт ногами Наверное Фотограф Просто С ориентацией Плохо Вот так Вот так Вот смотрите Все тут И композиция Странная И засветки И вот тут Сверху Зачем столько Мел Вообще Чем такой Ракурс На человек У него лицо Не видно Глаз А вот это Что такое Почему Кто-то Уходит Почему Модель Закрывает Лицо Вот А вот тут Не видно Почти ничего И что за Странный Тоже Почему Все падает Посмотрите За ощущениями Глядя на эти Картинки Круто А если бы все Было светло Четко Ровно Это не было бы Так круто То есть Это именно Работает Вот Это именно Вопрос Эффекта Есть ли эффект Получается ли Эффект от того Что вы делаете Локации шикарные Да Да блин Рядом с домом У меня Это рядом с домом Вот это А это вообще Где-то Это в глубины Заброшенная больница Психушка Кстати бывшая Где-то была В каком-то из городов Не помню уже В каком Вот Да Вот это смотрите Да Дрон летит Над человеком Такой тем Темный Очень размытый Тоже немного В движении Какая депрессия Хэллоуин Конец света Техногенная Катастрофа Да Перми Это в Перми Психушка заброшенная Вот Вот такое Смотрите Фото Папа с ребенком Это брак Он весь в пятнах Его не видно А тут еще Страшнее Смотрите какой Мне кажется Это самая крутая фотография Вообще отца с ребенком Которую я снял За все свое Портрет За все свое время Мне кажется У него тоже Это Самые крутые Портреты С ребенком Которые Станутся Вот Это очень круто Это брак Перебрак Тут слева Проектор Вот это вообще Что Я про позу Парня Поза бракованная С ним случилось Зачем Такое Вот Ну если Я Вы знаете Я не любитель Обрабатывать Ничего не обрабатываю Вообще Практически все Из камеры Файлы Обычно Ну минимум Там Но если обрабатывать То так Если Уж если Заходить в фотошоп То делать что-нибудь Такое Вот просто Деконструировать мир Нафиг Чтобы он разваливался Вообще Смотрите Как круто Вот так вот Из звезды По У него вместо глаз Звездочки Такие на глазах Или вот Вот на это Да Тут там Усуждали товарищи Тоже Технодрочеры Но это Это вот с рукой Это брак Это же эффект Когда ты смотришь На солнце Ты видишь Ну оно яркое Такое Оно тебе не мешает Как передать этот эффект Да Когда ты смотришь Рукой на солнце Вот Вот такая история Бых А тут не резко А вот тут люди какие-то А вот тут тоже Смотрите Все как-то не резко Странно Его еще пополам разрезало И что это за кадрирование А тут тоже Вот через полиэтилен Не видно Получается Говорит Брака не существует Ты Поздравляю Поздравляем все Мебель про Спустя Один час Девятнадцать минут От начала Стрима Человек Произнес Правильную фразу Брака не существует Есть Удачные И неудачные Эффекты Приемы Бывает Получилось И не получилось Вот Брак существует Только в том плане Что ты выбираешь Не показывать Какую-то фотографию То есть Если ты фотографию Видел Это не брак Брак это то Что тебе не показали Если это осознанно Показали и выложили То это уже не брак Да Окей Дальше посмотрим Вот так вот Темный слишком Просто Вы всегда Я показываю эти картинки Почему это мастер-класс По браку Потому что Представьте себе Если бы он здесь Был нормально освещен И прислушайтесь К своим ощущениям Да Брак это просто оценка Как добро и зло Это критерий оценки поступков Да Они могут меняться Вот Прислушайтесь к своим ощущениям То есть Если бы Просто подумайте Если бы это картинка Но модель была бы светлой Освещенной Не была бы такой темной Вот стена была темнее То как бы она воспринималась И что интереснее Что лучше Кстати мне кажется Здесь понятно вполне Тоже разные засветочки Всякие Блюши Хроматические аберрации Да У нее руки аж фиолетовые Вот она хваленая оптика Лейки за кучу денег Хроматит Как не в себя Вот Вот это вот тоже Смотрите как ее засветило Прям бликом огромным Вот полоски какие-то На модели И вот так И вот так Вот это вообще что Зачем так делать У меня на курсе есть ПТ-съемка Там Ну в практике Там показано Как нуарный Нуарный свет делается Вот И Ну как бы здесь Вот где-то удачно ложится Где-то неудачно Есть доля риска Есть какие-то движения Размыто Ну почему нет То есть почему не поснимать В том числе и с размытостью Небольшой И это может быть прикольно Ощущение Именно Да Вот смотрите Такая история Полоски сейчас Да Или вот кадрирование То есть голову срезал Ребятам Чтобы было как в кино Киношность А вот не срежет головы Ощущение кино Не будет Длинный объектив И срезанная мешка Вот Или вот там Что-то в кустах происходит Интим Или вот так Нерезко Или вот так Вот пленка С какой-то грязью И полосками Плохо отсканированная Да Вот Нерезкий Ребята Зато 13 трамвай Резкий Короче Огромное количество У меня вот Мне говорят К коммерции Ну вот Свадебная коммерция Пожалуйста Вот так вот Так вот Так Коммерция Кстати Парочки-то я снимал За денежку Налево и направо В свое время Вот Вот Справа Да Зеркало грязное Ничего не видно Толком А тут размазана Собака И вообще Какое-то Движение Непонятно Вот парню Как голову Снесло Смотри Классный кадр Офигенные эмоции Если бы у него Не было отрезаны Глаза Это было бы хуже Серьезно Если бутылка Не была размытой И он весь в воде Не был Это же круто В этом фишка Молодец Это похоже Не на брак А на приемы Композиции И И так и есть Я говорю о том Что это приемы Если они получаются То смотрите как Если это кадры Классные Если это работает То есть прием работает Вот прием Отрежь голову Правильным образом Он работает То это становится приемом Вы такие Это не брак Это прикольно А если не работает Вы такие Это брак И мы об этом и говорим Что надо учиться Приемы делать клево Вот так вот Вот так вот Можно сделать Вот так вот Размыто И не очень видно лицо Пересвечено Провалено В темноте В темноте В темноте вообще лицо Девушки Только у нее рот Виден толком Блики какие-то И засветки Она права Она вообще какая-то кривая Что с ней произошло Вот так Вот с левой кадр Как вам такое вообще Как тебе такое Илон Маск Потеря контраста Хьюстон Мы потеряли контраст Потому что я знаю Что было бы хуже Вот Или вот так Что с ними случилось Да Зачем фон в лес принесли Господи Зачем Медведев Принес в лес фон Почему он такой дебил Он принес фон в лес Здесь на фоне этого фона Я делал там еще другие кадры Здесь просто не вся серия Но зачем принес фон в лес Ну вот началось Да Сознательно Несознательно Да это приемы Конечно Дошло Вот Евгений говорит Дополнительные приемы Искажение за свет Конечно То есть если вы В этом вопрос Что Если вы сами В этом вопрос Если вы внутри себя Считаете это браком Вы для себя это запрещаете В действительности Вы просто теряете Широченный арсенал Потрясающих творческих приемов Которым можно воздействовать На зрителя Не теряйте эти приемы То есть это приемы Смотрите Очень желтый свет вечером Вот такое вот кадрирование Еще что Это приемы Которые создают настроение Ощущение Они воздействуют Надо их использовать Не надо их отрицать Не надо говорить Я не буду это делать Потому что это брак Потому что там меня поругают Надо начинать это использовать Для себя Вот например под водой Смотрите какое кадрирование То есть надо научиться Использовать это классно Чтобы были классные ощущения Чтобы это были прикольные кадры Основанные на неправильности Каких-то и приемах Вот И вот Свет Да Засветки Туда ищ Вообще все залито Очень неправильно Вот тут тоже такое Неправильно Неправильно Слева вообще кадр развернут Такое вот смотрите Не бойтесь Будьте смелыми Не обязательно Чтобы всегда на каждом сменке Все было правильно Все было видно Все было вот как положено Это скучно Это скучно Особенно когда у вас больше одного кадра В серии Это скучно Вот Смотрите Свет можно потрогать Такое Такое Принесли ощущение Именно на том Что провалено И вот такой Один человек Очень таким жестким светом Выбит Или вот Вот А тут справа кадр Вообще вырезан Маленький кусочек Жуткий Жуткая пикселизация Там на 1600 ISO Это просто ISO Разогнан Это разогнан Маленький кусок кадра Это реальный шуба От матриц Вот А здесь пересвечена Рубашка выбита Это нарочно Поверьте Я мог бы ее Спасти Но я хотел Такое яркое Яркое лицо На фоне темных гор Очень яркое Или вот Со спины человек Там написано King А вот это Вообще Что такое Вот такое Все Короче Чуваки Вспышка в лоб Съемка сквозь что-то Сквозь стекла Движения Какие-то Непонятные освещения Загадочные позы Неправильные ракурсы Все размывается Так или иначе Идет в тартарары Выглядит как Зазеркалье какое-то Там еще что-то происходит Тут вот резкость Вообще непонятно где И не на попе И не на глазах Где тут резкость На ладони Знаете как снимать Так мягенько Ну Нужно длинную Выдержку Подобрать На такую вот Чтоб чуть Все так помазалось Вот Или здесь Тоже самое Такая мягкость Ну здесь может Сейчас не видно В трансляции Но если что Чтобы получить Там внизу есть бот Чтобы вот эту презентуху Посмотреть целиком Вы там бот Записывайтесь И потом кстати Будет классный мастер-класс По портретам Очень крутой Как раз Поэтому Сразу говорю Записывайтесь Снизу в бот Там написано Чтобы получить презентацию Ссылка туда Вот регистрируйтесь И мы вам Потом эту презентуху Закинем Посмотрите на картинки Внимательно Тоже засветки Так это не кринжатина Господи Алекс Ты не успокоишься Это для тебя кринжатина Вообще Это нормальные эффекты Которые всегда Крутые фотографы Все использовали Итак Мы подошли К самому интересному Части сегодня Великие фотографы Их брак Сейчас мы посмотрим Крутанов Которые прямо Это очень хорошо делают Ну это я просто Взял в свое портфолио У меня Если взять Мое портфолио В целом Большое-большое Такое портфолио За многие годы То буквально Треть картинок Там такая То есть Я вот сейчас Брал из портфолио Я просто ушел Беру Не беру Не беру Беру Не беру То есть В моем портфолио Там треть Треть буквально Она построена На вот У меня как На таком То есть на эффектах На Это не кринж Это другое Да Собраны Это да Называется Визуальная поэзия Велком У меня на канале Есть на тему Визуальной поэзии Стрим Как собирать Смотрите Крышка Крышка поедет От пары Фоток с бликами Дружище Залезь тогда Глубоко Куда-нибудь В шкаф И не вылезай Ни в коем случае Вдруг что не то Увидишь Или сделаешь И поедет крышка Это вопрос Твоей стабильности Нормального человека Не поедет крыша От того что он Попробовал Там Блики какие-нибудь На съемке Паре кадров Вот А если вкус Собьется Ну если По поводу вкуса Я тебе так скажу Все что я сейчас Показал Это очень со вкусом Если ты считаешь Что это собьет Твой вкус Ну скорее всего Мой вкус лучше Твоего вкуса Раз ты такие вопросы Создаешь Да и мы очень часто Думаем Что у нас бездна вкуса Но как правило Это У нас не бездна вкуса Мы просто Мало чего видели Такому Вот Правильный Правильный момент Смотрите Этим нужно уметь пользоваться Евгений Фетисов говорит Это очень круто Но этим нужно уметь пользоваться Такому нужно учиться Да Внизу ссылка на курс Приходите Я учу как раз Не законам Не правилам Я учу приемам Я учу делать такие вещи Делать их так Клево Чтобы людям нравилось Чтобы это было вау Чтобы люди говорили Не брак А клевый эффект А импрессионизм А вау Какое фото Как же у тебя так вышло Вот Этому и учу Внизу Ссылка на курс Приходите обязательно Курс называется Фотография главная Вот он Начнется в январе Там мы все будем изучать И мы изучаем Восприятие людей Приемы Как это все делать С экспозицией работать С композицией С людьми И так далее В частности Мы изучаем как раз На очень свободном уровне Не на уровне зажатости Чтобы все правильно А на уровне Чтобы вот работало Воздействовало Смотрелось классно Вот я сейчас вам показал Огромное количество картинок Картинок Которые по своей сути Неправильные Ну с точки зрения Тех или иных Таких стандартных Вот подходов В них есть что-то Вот какой-то брак Но смотрится все это Классно И это не брак Это просто хорошее Творчество Разнообразное С использованием Разных приемов И вот эти приемы Если их изучить И научиться Ими нормально И хорошо Их применять Как надо Чтобы у тебя там Контровой свет был Но человек там При этом тоже был виден И вот это вот все Они работают Только в плюс Очень здорово Конечно Абсолютно правильно Что О классный курс В прошлом году была Спасибо Вот Если есть вкус Он точно от этого Не собьется А станет более развит Я тоже так думаю То есть Если человек намерен Развиваться в одну сторону От того что он смотрит Вкус только прокачивается А никак не портится Вообще вот эта теория Типа Я не буду смотреть Там современных фотографов Современный искус Ты вообще ничего не буду смотреть Чтобы не испортить свой вкус Это очень такая Мещанская тема Как правило Это означает Что ты просто боишься Узнать Что твой вкус Не талон В связи с этим Ему еще очень-очень много Чего нужно узнать И развиться Вот Такие дела Но пойдем дальше Мария Великий их брак Да У меня сегодня просто Бутылка вместо С крышкой Вместо Кружки с водой Но потом Будет кружка Не переживайте Вот Поехали Великий их брак Ну начнем с живописи В живописи существует Огромное количество художников И направлений Те же импрессионисты И так далее Которые Что как ни говори Они в свое время Считались браком И долго-долго Очень были споры И вот И бывают споры В обратную сторону Сейчас вот Там этого Ренуара Хотят отменить Потому что он Недостаточно Импрессионист Недостаточно Бракованный Мы его отменим Вот Про образ Всех этих Бракоделов Конца 19-го Начала 20-го века Взрыва Вот этого всего Модерна И авангарда Последующего Это конечно же Уильям Тернер Человек Который еще До импрессионистов Начал рисовать Вот так Представляете Что это такое Это середина 19-го века В Англии Вот Вот Жакик классно говорит Меня учили Не завали Не размашь Не отрежь А я думала Как так А можно и заваливать Размазать И отрезать Но только хорошо Ставьте лайки Кстати И распространяйте ссылку На этот стрим Это интересный стрим Пускай люди его смотрят Вот так вот рисовал Уильям Тернер Поезд Это какой-то поезд Несется по мостам Это какие-то Прилив Какой-то Вода там видна Собаки гуляют Да У него нет резкости Попиксельные Цвета у него Странные И не все предметы У него видны Вот так он рисовал Подскажу Это Биг Бен Темза Наверное Это пожар Пожар этого Пожар дворца На Темзе Который в Лондоне Он видел пожар Там что-то горело Собор какой-то Или что-то Прямо На набережной Лондона Это И вот он это так нарисовал Вот Вот так Вот тот же пожар Только с другой точки Да Вот Вот какие-то Ну короче Тернер Это круто Смотрите Ну Паул Раверси Товарищ Объектив Дагор Камера Гармошка Снимал на полароиды У него Ох у него Это вот огромные Разлепные полароиды Которые он помял Или они у него там Помялись невольно Или поцарапал У него Нерезко У него длинная Выдержка Все смазывается Вот световая кисть Пересвечивает Куски Тоже на длинной Выдержке Модель трясется У нее Появляются Вот эти Двойные силуэты Смотрите Пересвет Ну короче Паул Раверси Это сплошной Сплошной брак Если вдуматься Но как он хорош Как он хорош Всегда рекомендую Посмотреть Да Очень эффектно Настоящий Высокий фэшн Нерезко Пересвечено Все что угодно Неровно Странно кадрировано Модель спиной Затылком К нам вообще стоит Что ж это такое Как так можно Вот так вот Смотрите Как круто Вот так Справа Пересветило лицо Прямо в ноль Выбил Или провалил Наоборот Юбку Тут Вот Двоится Модель Два раза Не знаю Фонарем Или вспышкой Два раза Бухнули Вот Есть такой Ну ладно Паул Раверси Все знаете Вот например Джек Дэвисон Смотрите Что он делал У него Сплошное Королевство Кривых зеркал Да еще и Все поплыло Еще и Нестабильные Во времени А это Тильда Свинтон Кстати Между прочим Вот так вот Он ее забраковал Видите Или вот Это вообще Что Через какое Зерно Справа Человек Остался Только Треугольничек С глазом А вот Эта собака Это просто Вау Мне чем-то Напомнило Мариаму Есть еще Да Дайда Мариама Который Самый бракованный Самый бракованный Стрит фотограф Стрит фотограф Обычно Очень бракованные Но Дайда Мариама Просто Всем Всем бракованным Лучше У него Прям Вот Вау Как снимет Посмотрите Потом Дайда Мариаму Лучше Какую-нибудь Книжку Посмотреть Человек Реально Делает Арт Брак Вот Окей Дальше Помотаем Вот это Ну и поза И все Вообще Тут В принципе Вот Смотрите Смотрите Линзы Стекла Переотражение Нерезкость Есть Такой Вот Товарищ И это Брак В пейзажах Уж Где-где Казалось бы Но в пейзажах Там же Всегда Все надо Четко Хорошо Ну смотрите Здесь Значит На очень Длинные Выдержки Человек Не просто Он То есть Он двигается Бывает Или На длинные Выдержки Деревья Колышется Или еще Что-нибудь Происходит То есть И сам Он двигается И природа Двигается И осадки Какие-то Происходят И вот это Все Наслаивается Наслаивается На его картинке Вообще Классный Эксперимент И конечно Он заранее Не знает Как это Получится Ну что-то Он там Предполагает Еще у него Фокус Только в одном Месте В каком-нибудь Там Косой Кривой Получается Просто Суперски Все Все Что можно Набраковать Набракованно Треть Да Алекс У тебя такие Комментарии В третьем Рейхе Не одобряли Называли Дегенеративным Искусством Ну в третьем Рейхе Много Кого Не одобряли Жгли Расстреливали Стоит ли Нам Подражать Этим Людям Хотя И сейчас Конечно Некоторые Некоторые Люди Как раз Да Они рассуждают О фотографии Ровно на уровне Того же Можно сказать Фашизма Типа Нихт Нельзя У тебя тут Картинка Нерезкая У тебя тут За свет Небо Все Расстрелять Очень даже Да Так и было Да И опыты Над людьми Пустим тебя На опыт Потому что У тебя Фотки Нерезкие Сейчас Вот смотрите Вот как классно На очень длинные Выдержки Ты идешь Просто Несешь фотик И идешься И движешься За людьми Следом Получается Как-то вот так Прям на ходу Секунды Три Вот прикольный эффект Вот Ну у него Прям шикарный Пекторализм То есть Как картина Мне очень нравится Очень здорово Да Этот человек Заваливает горизонт Точно Слушайте Ну а что Смех и грех Ты сам Начинаешь Это говорить То есть Ну как бы Смех и грех Это твои комментарии В принципе Это так Шутим Ой Ну ладно Картины маслом Да Очень красиво Че ты вспомнил Третий рейх Глядя на На фотографии Это конечно Пространство Ассоциации У тебя очень Интересное Видите Какой одинокий Человек Вот Есть такой Билл Армстон Я его показывал В общем Вот то что вы видите Это не фотошоп И не что-то Да Это фотографии людей То есть Он снимает Так людей И он использует Определенную технику Люди Получаются Очень нерезкие Еще очень интересных Цветов Он передает Свои ощущения Он говорит Что он снимает Людей Которые приснились Если кто-то приснился Ему нужно обязательно Снять человека И это Получаются Такие огромные Отпечатки То есть Это аналоговая История Чем-то это Напоминает Радко Его творчество Но с силуэтами Людей С людьми Смотрите Очень крутой фотограф Это прямо его стиль Он так работает Стоит очень декоративный И здоровый Такой не грех Может быть Купить и повесить Именно для интерьера Потому что Здесь нет Конкретного образа Это так называемый Почти уже Почти не фигуративно Еще фигуративно Фигура угадывается Но уже не конкретно Это прикольно Очень грань Такая Переход от фигуративности К абстракции Вот Этот человек С помощью фотографических Способов Оптически делает Вот Не фотошоп Это не обработка Это Он так снимает Прямо цветной Он делает Вот такие Классные вещи Которые Ну Несомненно Очень Интересны Прямо достойны Хорошей живописи Ну Все мы любим Фон Унверт У этой тетеньки В любом кадре Всегда что-нибудь Пересвечено Что-нибудь провалено Неправильно Кадрировано И размазано Одновременно То есть Если бы она пошла Фотошколу То ее бы Ей бы отбраковывали Каждый кадр Как по мне Это делают люди Очень уверенные в себе И не боятся Делиться своим творчеством С другими Да Мой друг И Вот это Правильный вывод И правильная мысль Которая Я вас собственно Этим всем стримом И подталкиваю Что вопрос очень Я Зачем я этот стрим сделал Зачем я все это показываю Объясняю Рассказываю Чтобы вы обрели Какую-то дополнительную Уверенность в себе И чтобы вы не боялись Что-то попробовать И выложить Чтобы вы перестали Считать браком Какие-то Необычные изображения И старались Сделать их красивыми Не боялись Ими делиться Именно в этом И миссия Собственно Вот этого вот Стрима То есть Дестигматизация Брака Дестигматизация Таких эффектов Тренд Парк Лилян Басман Смотрите Давайте Фон Унверт посмотрим Все пересвечено Провалено Не резко Она умеет Вот кадрирование На правом кадре Просто гениально Так именно и кадрировано Вот Вот это разворот Журнале Вот такой правый кадр Там он и закончился бы Вот вы смотрите Да Из данной велосипедии Тут Без рук Вот Или вот Она офигенская Мне конечно Охваты срежут За обнаженных женщин Но здорово же Это классно Дамы красивые Да Так в этом и секрет Бери-ка Секрет заключается в том Что По секрету Вам расскажу Большинство фотограф Начинающих Снимают Некрасивых Дам Некрасивых Интерьерах Некрасивых Одеждах Но очень Качественно Четко Все видно Все хорошо И это глупо Гораздо умнее Снимать Красивых Дам В интересных Интерьерах Интересных Одеждах Нерезко Некачественно Это гораздо Привлекательней И оставляет Больше простора Для фантазии Но люди В силу Своей вот этой Зажатости И выученной Беспомощности Боязни нарушить Какие-то правила Никак не могут До этого Допереть Своей головушкой И приходится Им это объяснять Вот Сними Красивую Даму Нерезко Это Гораздо лучше Чем Некрасивую Нерезко Ну красота Здесь условный термин Скорее мы Говорим Давайте так Говорим Здесь вопрос Я говорю Не в плане Вот Человек А вы просто Одеты Причесаны Покрашены С какими-то Чулочками Какими-то Штучками То есть В целом Эмоция Тоже Отделяет Красоту От некрасоты Но в этом Мысль В этом мысль Да Гораздо лучше Более того Ты воспринимаешь Эти дам Как очень красивыми Потому что Они вот такие Нерезкие Ускользающие И Это притягательно Вот Солейтер Конечно же Ну вы знаете Как он снимал Нью-Йорке Через мутные стекла Всякий снег Подрезал Смотрите Круто У Солейтера Очень круто Вообще Вот это Вау Лица Не видно Тоже Тренд парки О котором мы говорили Пересвеченные Силуэтные Выбитые Дым Пожалуйста Вот так Вот Где-то Что-то Тут на улице Какие-то Медузы Размазали Вот человек Очень круто Лицо И дальше На длинные Выдержки Вжик-вжик-вжик Да Мы все любим Тренд парки Вид из-за плеча Компоновка Какая Лошади Со вспышкой Офигевшей Какие-то Ночью Там Полупрозрачные Вот так Человек Смотрит На что-то На какую-то Тусовку Да не играет Роли Разрешение Мы сейчас Смотрим Эти картинки На hd Обычно От силы 2 мегапикселя Даже меньше И Вы можете Напечатать Что вы опять Цепляете За технодрочь Разрешение Какая Насмотренность Что такие фотографии Понимать Ну не знаю Я все понимаю В принципе Мне кажется А напишите Кстати Понимаете Вы эти фотографии Или нет Вам понятно То что я показываю Или непонятно Давайте посмотрим Просто статистику Я думаю Что большинству людей Понятно Кстати Вот Это тренд парки Снимал Тренд парки Если такой человек Погуглите Это не старинная техника Это сейчас снимают В том-то и дело То есть Опять ты глупость Какой-то сморозил Алекс Ладно Слушай Вот смотри Да Ты лучше Меньше Меньше пиши Больше читай Вот смотри Что пишут люди Конечно Да Очень все круто Я хочу так снимать Понимаю Понятно Повесил бы у себя дома Я кстати тоже Тренд парк Я бы повесил у себя дома Без вопросов Вот и того цветного парня Тоже Вот очень мутного Фотографии понимаю Мастерства снимать так нет Вот другой разговор Да Вопрос в том Как так снимать Давно начал воспринимать Главное Не понимать Воспринимать Да Клево Высший пилотаж Не понимаю Не нравится Окей Хорошо Нет проблем Тебе не нравится Посмотри на статистику Ну то есть На этом эфире Там 400 с лишним человек Сейчас сидит Вот Еще 50 отвалились Да Там примерно Потому что им Это Ну тоже Непонятно Видимо Но большая часть людей Это нравится Цепляет 30 лет Да Стал понимать Вот Не понимаю Как снять Интересно Не всегда Понимаю Видите Очень разное мнение Но Абсолютно точно Что вот это Вот это вот стереотип Что Типа Раз я не понимаю Это Это эгоцентризм Друзья Скажу честно Мы страшные эгоцентристы Типа Если мне не нравится Или непонятно Значит и всем так А начинаешь проверять Оказывается Нет Нет А я вам тоже Вот расскажу Хороший пример Смотрите Смотрите Вот Это Вот я выкладываю Съемку детей И там есть часть Непонимающих Ну типа Нельзя детей снимать Черно-белыми Там Такими Это плохо Что это за съемки Они тут грустные Вообще Детей надо снимать Не так Дальше я выкладываю Вот такое голосование Это Хотели бы вы Съемку ваших детей Моего исполнения Финансы Географии Не проблема Да 77% Да 23% Нет То есть А когда читаешь отзывы Начинаешь думать Что сделал что-то неправильно Ну это такое Потому что пара Пара человек Которые недовольны Они за все затмевают И начинаешь думать Что ну так нельзя Но правда заключается в том Что 77% Из 1300 Проголосовавших Человек Хотели бы Съемку детей Вообще-то 1300 человек 77% Это 1000 человек 1000 человек Это я блин За 10 лет Не сниму столько Фотосессии С детьми Ну то есть Даже если Один из 10 Только наскребет Вот уже Занятие на несколько лет Мне как коммерческому фотографу Если не бояться А просто Что-то делать Зато и свой стиль Который не похож на то Что делают другие Сразу уделяется Привлекает внимание Так все это и работает Надо просто понимать Эти механизмы Вот Будет все хорошо Давайте еще полистаем Это очень интересно Кстати Конечно замысел И надо Тут вопрос Нужно научиться Так снимать Вот Ну ничего Подрастешь и поймешь То есть пока Ты не понимаешь Ну смотри Разные Вот я Зачем я Все это показываю Может быть Чтоб ты Начал понимать Научился Вот например Трента парки Посмотрел Или книжечку Секундку пил Ну понимается Иметь ввиду Что позитивно Или негативно Вот у тебя возникает Эмоция И ты ее оцениваешь То есть Позитивно Или нет Как бы Вот Как ты понял Да не важно Там дети вырастут Ну это же условный вопрос Будут снимать детей Ну то есть Ну это я условно говорю Ну Я имею ввиду Что это был вопрос Очень узкий Только про детей Почему я это спросил Потому что если я скажу Схотели бы вы у меня Сняться Больше вы процент людей Не побоялся Но тут вопрос какой Доверить своих детей Чтобы снимали детей Доверить детей Не так легко Это вопрос доверия То есть 77 процентов Доверяет мне Настолько Что позволит мне Сфотографировать Их детей Хотя это более Тема деликатная Чем фотографировать Взрослых Это же очевидно И вот И вот о чем идет речь То есть Не бояться меня И моих экспериментов Потому что У меня есть вкус У меня есть Моя деликатность У меня есть понимание Я не сделаю плохого Понимаете И мне люди доверяют Вот я об этом и говорю А пара там Чуваков Которые решили Что они знают Как надо снимать детей Что раз дети не улыбают Значит это брак Это не повод Еще не снимать детей Так как их снимаю я Вот К чему был этот эксперимент Этот опрос Вот Смотрите еще Тренд парки Под водой А вот это знаете Как он делал Он снимал на улице Кучу людей И искал среди этой толпы Отдельные лица Он их выделял И очень сильно увеличил Это к слову О разрешении Это Это разрешение Вот близняшек на ветру Тоже я делаю так Что многие там пишут Это брак Так нельзя Или там других близняшек То есть Другая съемка Смотри бэкстейдж То есть Люди У всех людей Разные стереотипы Вот это просто Это буквально Из зерна вытащенные Люди в том числе Размазанные Да Вот Супер зерно Смотрите Это прям зерно пленочное Там вообще ничего не видно По-моему прикольно Да Экспрессионизм Смотрите как классно Брак Кому брак А кому и крутая фотка Кстати он проект дел Вот я эту фотку вам показывал Где я тоже вытащил лицо Из фотографий В диких шумах цифровых Одно и увеличил Так вот Между прочим Я это сделал Еще до этого проекта Трента Паркер Да вот правильно Что достаточно посмотреть Бэкстейджи съемок ДТОМ Чтобы понять Что доверить можно На себя детей Именно Именно Не бойтесь Сармун Ну очевидно Сармун Смотрите Тоже же бракодел Не резко Зернисто Как-то кадрировано Половина лица Вообще Что с ней произошло Да Вот так вот Вот это тоже Негатив с полароидом Платье Как она сняла Вот цвета Очень клевые Клевые Здесь конечно Вопрос заключается в том Что при всем этом браке Здесь красивые модели Красивые позы То есть Фишка заключается в том Что у тебя какой-то элемент Он нарочно Вот неправильный Например Нерезко Цвета неправильные Но при этом Эти неправильные цвета Они красиво сочетаются Эта нерезкость Она при этом Показывает там Интересную позу Или образ Или эмоцию Модели Композиция хорошая То есть Здесь же пилотаж Заключается в том Чтобы у тебя был Суть заключается в том Чтобы у тебя В кадре Были одновременно И классно Правильно сделанные вещи И неправильно То есть Если у тебя все Так себе То это не сработает Конечно То есть Если у тебя плохой кадр С плохой моделью Плохой позе Плохой композиции И ты снимешь его еще И технически плохо Это будет брак Но если у тебя все классно И при этом ты снимешь Например Размыто Нечетко Или там силуэт Это будет шедевр Это круто Да Выразить себя Правильно И научиться То есть Нужно научиться Выражать себя И Для выражения себя Нужно больше Инструментарий И вот я об этом И говорю Что чем больше Вы умеете делать Разных таких приемов В том числе Основанных на техническом браке Тем больше Это Тем больше Да Вот смотри Вот storyboard Говорит прямо Страх Да Как отличить Такую профессиональную фотографию От новичка Они могут быть похожи Вот этот страх Да Что новая область То есть Ты не можешь Отличить Хорошее от плохого Ты начинаешь бояться И говорит Ну это плохо Надо запретить Как мне теперь понять Дебра Где нет Развивай вкус Насмотренность Смотри Вот Смотри Крутые подборки То что я показываю Потом ты Когда увидишь Как делают другие Ты поймешь Где хорошо Где плохо Вот Многие мамки Снимают детей Какие у боке фотографов Да А какие-то у меня Но у боке фотографов Обычно это стоит дешевле Кстати Тут всегда так Есть потреб Ну как бы То есть Ты сейчас говоришь Вот твой комментарий Из разряда Ну есть же Макдональдс И там жрет Огромное количество людей Типа Ты хочешь сделать Хороший ресторан Ты делаешь хороший ресторан Но есть же Макдональдс Там жрет Огромное количество людей Да Пожалуйста Есть Макдональдс Там жрет Огромное количество людей Но я сделал клевый ресторан У меня высокий ценник И при этом У меня вполне заполненная посадка То есть я вот зарабатываю в своем ресторане, в своей авторской кухне, а где-то там есть Макдональдс, где они, куча Макдональдсов, в которой франшиза, где все арендуют помещение, и одни и те же еду из завода по-быстрому разогревают. Ну, у них такая вот судьба, у меня другая. Здесь вы должны выбрать, решить, с кем вам по пути. То есть в какую сторону вы хотите. Вы хотите работать, еще один Макдональдс открывать, или вы хотите какой-то авторский ресторан с мишленскими звездами, интересной, необычной авторской кухни. Вот. Вот это вот нужно понять. Окей. Куда вам? В какую сторону? Смотрите, Сара Мун. Очень классно. Это очень художественно. Да, надо думать, нужно иметь вкус, чтобы уметь выбрать хороший брак, отличить хороший брак от плохого. Ну, как раз профессиональный фотограф и новичок тем отличаются, что профессиональный фотограф работает, человек решает задачу, работает, а новичок пытается соответствовать каким-то правилам, хайпом, или просто фоткает все подряд. Профессионал решает задачи. Есть задача там, в том числе, она может быть, выделиться, снять необычные кадры, сделать не так, как все, передать что-то и так далее. Ну, за пару слов ты не отличишь брак со вкусом от пошлого. Это вопрос, в первую очередь, именно насмотренности мастерства, то есть твоего вкуса. Когда в брак, когда ты делаешь со вкусом, это видно. Даже если у тебя картинка не резкая, в ней присутствует вкус, цвета, отсылка к авангарду и живописи, образы модели, девушки, как они одеты, красивые силуэты поз. Это такая история. Да, профессионал, конечно, получает деньги в своей работе. За что профессионал получает деньги? Один раз можно получить деньги за что угодно. Но стабильно получаешь деньги, ты за что? За решение задач людей. То есть за что люди готовы платить, когда стабильно решаешь их задачи, которые без тебя не решить? То есть просто помыслить чуть дальше этого стереотипной фразы, которую ты написал. То есть, конечно, мерка профессионала – это деньги. Я очень хорошо это знаю. Я зарабатываю хорошие деньги тем, что я делаю. Я профессиональный преподаватель. Я преподаю за очень большие деньги. За мой бюджет – это как вуз целый. Но только я один. Но вопрос заключается в том, почему так происходит. Потому что мне есть что дать людям взамен. То есть люди ко мне приходят, они знают, что я их изменю. Я их меняю эффективно. Я научу их снимать вот так. Такие вещи. И я изменю взгляд на то, что хорошо и что плохо. И так далее. Другие не могут изменить. Они, может, там что-то рассказывают, показывают, но максимум другие преподаватели штампуют плохенькие копии себя. Вот. Окей. Короче, дорогие мои. Вот, смотрите. Такое очень классное. Насыпано пол лица. Ну, какое красивое лицо. Вот здесь, смотрите, это красивое лицо. Оно похоже на Луну. И хотя свет и грязь здесь, да, но они красивы. То есть они не портят красоту этого лица. И действительно, мы видим эту Луну. И пол лица вот так вот очень красиво свет сделан. Это здорово. Сегодня очень много умрет всяких троллей. Да. Дорогие мои, смотрите. Короче. У меня есть курс, который называется «Фотография главная». Внизу есть ссылка. Можно на него пойти и записаться. Он начнется в январе. Это тот самый курс. Очень кратко все объясняю. Где мы учимся видеть и снимать на уровне приемов, а не правил. То есть не законы, не правила. А мы учимся делать разные приемы и делать их так, чтобы получалось хорошо. Во всех областях там будет все основные инструменты, которых очень часто не хватает. Вот именно почему у одних брак классно получается, у других плохо. Потому что вопрос умение пользоваться инструментами. И такие инструменты, как экспозиция, ярче-темнее, композиция. Ну экспозиция там и параметры, выдержки, длина и так далее. Композиция, построение кадра. Цвет. Цвет, позы, эмоции, работа с людьми. Вот это все на этом курсе мы будем проходить. Но не на уровне, вот вам список правил, соблюдайте их. Нет. А мы будем учиться именно использовать разные приемы, которые воздействуют на людей. И получать результат. Делать это красиво, со вкусом и здорово. Вот если вы хотите решить эту задачу, приходите ко мне. И суть в том, что идея должна быть над техникой. То есть вы не должны быть рабом техники, вы не должны быть рабом правил установок, вы не должны делать все правильно. Вы должны делать офигенно, вы должны делать выразительно и цепляюще. Это совсем другое сейчас. Это очень часто как раз наоборот, поперек этих правил и тому, чему вас учат. Вот если вы хотите научиться выразительности, хотите научиться делать разные творческие приемы так, чтобы получалось классно, вот приходите ко мне учиться. Вот ссылочка внизу есть. И мы там все это разберем. Я именно учу на таком уровне. То есть я не учу какому-то набору законов. Нет. Я расскажу, как действительно устроено сприятие человека, как можно на него воздействовать разными методами, какие у вас есть инструменты и вариации. И на домашних заданиях вы можете пробовать у меня очень разные вещи, в том числе и весьма творчески необычные. То есть мы не ругаем за брак, если он красивый и понятный. Мы обсуждаем, смотрим и решаем. Ссылку на курс в чат. Давайте я кину ссылку на курс в чат, чтобы кто-то мог нажать, кто хочет. Вот есть ссылка на курс. Называется «Фотография главная». Вот внизу она. И внизу в описании тоже будет. И, соответственно, этот курс начинается уже скоро. Он вживую сделан. То есть что прикольного здесь в том, что… Так, сейчас, секунду. Вот. Значит, он проводится вживую. То есть я читаю лекции вживую, смотрю, что вы пишете, отвечаю. Тоже обратные связи вживую идут. Поэтому это очень хороший способ именно поэкспериментировать. У нас будет потрясающее сообщество. Будет огромное количество ребят. Видите, какие бывают разные экспериментальные фотки очень. И нерезкие, какие угодно. Вот. Это все на обучении сделано. Будет практика там клевая. И в практике тоже я показываю не только как правильно, но и как неправильно. То есть как нарушать правила клево. Поэтому приходитесь. Хотите, чтобы у вас была вот такая современная картинка, которая действительно воспринимается интересно. И не выглядит какой-то суперправильной, такой скучной. А выглядит действительно вау, задевает. Вот. Я вас жду на этом курсе. Вот здесь нажать надо научиться. Хочу этот тариф. Здесь четко ввести свои данные, чтобы мы их не потеряли. Сказать, что я участвую. Дальше. Внизу есть ссылочка для этого. Забронировать место можно за 4900. И после уже договориться об удобной форме оплаты. У нас есть и рассрочки, и кредит там. И все это. Можно какой-то график платежей удобный составить. В общем, никаких проблем. Все. Да. У нас есть сообщество на курсе людей. Можно там разные фотки выкладывать, обсуждать. Там поймут ваши эксперименты. И не будут кричать, что вы бракодел и так далее. Совсем другая атмосфера и другое понимание. Ну, ты задаешь опять глупый вопрос, ты утрируешь. Любая конкретная фотография оценивается, мы обсуждаем. И мы обсуждаем просто не с точки зрения брак-не-брак, а с точки зрения, получился у тебя эффект или нет. То есть ты хотел снять нерезко или пересветить. А зачем ты это делал? Хорошо у тебя вышло или плохо? Если бы ты сделал резко, было бы хуже или лучше? То есть, конечно, мы смотрим целесообразность и адекватность. Это все обсуждаем. Это взрослые разговоры. Это не глупость на уровне вот этих вот блогеров и чатиков. Типа, это брак, это фигня с девальваторами, засирателями. Это реальный анализ, нормальная критика, которая идет из анализа сильных и старых. Есть сильные и слабые стороны кадра. Можно обсудить, как сделать его лучше. Можно обсудить, что в нем получилось из задуманного автора. Что в нем не получилось из задуманного автора. Задуманное тоже все декларируется и пишется. Поэтому здесь нет такого, что я просто случайно снял какую-то фигню, но раз это можно и без правил, значит это классно. Нет, если это не классно, это не классно. То есть никто здесь, вот люди присылают фотографии, здесь много не классных картинок. То есть она может быть не классной. Она может быть с браком, с шумом, с заседками, при этом не классно, не получилось. То есть не вышел эффект. Значит надо обсудить, как его сделать в следующий раз лучше. Может быть сменить сюжет или объект, применить этот эффект к чему-то другому. Или сделать этот эффект сильнее или слабее и так далее. То есть это как раз вопрос очень непростой. Надо учиться делать хорошо. Окей. Еще есть вопрос. Да, фото на презентации топ. Пост не надо. Смотрите, вот мои картинки, которые я показывал, все без обработки. Это либо аналоговые эффекты, эффекты при съемке. То есть это не пост обработка. Если вы видите, вы думаете, что это фотошоп, это не фотошоп. Вот ту часть, которую я себе показывал, там вообще нет фотошопа. Фотошопа, ну то есть это снимается так сразу. Приходите на курс, я научу вас именно снимать сразу, в том числе снимать с эффектами сразу. То есть сразу на съемке получать эти эффекты, а не сидеть потом после обработки часами. Мы против. Мы, я считаю, что фотограф это не... У меня есть видео, посмотри, называется «Рабы фотошопа». Я считаю, что фотограф это не ретушор. Фотограф должен в первую очередь фотографировать и получать сразу в съемке хорошую картинку. Может ее, по-моему, чуть подправить, но не более того. Вот, ты должен учиться именно на съемке получать за счет как раз тех вещей, что я рассказываю на курсе. То есть за счет света, за счет цвета, за счет композиции, за счет эффектов и настроек камеры получать вот эту картинку сразу. Этому и учу, приходи. Моя концепция. Максимально, максимум получить сразу на съемке. Да не брак, да что ты все какие-то руки хочешь повесить. Брак, не брак, нет такого понятия. Мы уже говорили, есть удачный прием и неудачный. Если он неудачный, и ты его решил не показывать людям, ну, значит, это брак. А артхаус – это вообще что? По определению, артхаус – это творчество, не содержащее строго сюжетной структуры и канонов, связанных с классикой. То есть, грубо говоря, фильм, в котором нет шекспировского арки сюжета классического построения или классического конфликта – вот это все артхаус. То есть артхаусом называются произведения, которые не наследуют классическую структуру, а ее отрицают. Но это никак не связано с нюансом, то есть, может быть, артхаус абсолютно качественно снят, все резко, все четко, все понятно. А может быть, классический фильм совершенно с классическим сюжетом, не артхаус, то есть классическая драматургия по Шекспиру со всеми необходимыми элементами. И при этом он может быть снят трясущейся рукой на какую-нибудь бытовую камеру специально. Поэтому здесь не надо ставить знак «равно», надо вообще понимать, что такое артхаус. Да, Аккерман, да. Ну, у него есть разные картинки. Вот. Ну, вот Аккерман, например. Постпроцессинг всегда видно, лучше сразу снять. Я художник, я так вижу, эта фраза тебя не спасает. То есть, я художник, я так вижу, это работает, если у тебя там 100 тысяч подписчиков, людям нравится то, что ты делаешь, они платят хорошие гонорары за твои съемки, твои работы печатают везде. Я так вижу, я художник. Если ты никому не нужен, не можешь... Очень много людей, которые, со мной стороны, встают в позицию «художник, я так вижу», а с другой стороны, их картинки никому не нужны, никто не хочет их смотреть, никого они не задевают, ничего на этом заработать они не могут. И вот это реальные критерии, объективные, измеримые. Есть огромное количество людей, которые меняют себя очень крутыми фотографами, но продать свою съемку даже за 500 долларов не способны. Да, ни одну, ни разу в жизни. Есть огромное... Значит, что-то там не так, да. Есть огромное количество людей, которые, наоборот, считают себя, ну, там, не знаю, очень плохими фотографами, да, абсолютно зря, но им на них работа нравится людям. А пару вот... Пришло пару каких-то придурков, им что-то сказали, и они вот зажались и боятся. Ой, даунхаус не равно артхаус. Вообще-то даунхаус достаточно четкая структура, она есть. Я продавец, я так продаю. Ну, молодец, продаешь и продаешь. Да, ну, то есть вопрос... Продавца тоже... Плевать, что говорит продавец. Вопрос, сколько прибыли в конце месяца всегда. Давай честно. Вот. То есть твоя эффективность как продавца – это прибыль. Твоя эффективность как фотографа – ну, зависит. То есть в творческом плане – это сколько людей тебя смотрят, где тебя печатают и выставляют, да, там, знают ли тебя, узнают ли твои работы, сколько реакций на них. В коммерческом плане – сколько денег ты этими работами заработал. Ну, вы можете применять... Ну, а вы не понимаете? Меня спрашивают, расскажите, пожалуйста, как именно я могу применить знания вашего курса в видеографии. Мы несколько раз об этом говорили, но без конкретики. Внимание! В видеографии существует работа со светом или нет? Правильный ответ – да. Ну, на клипах съемка ставят свет. Правила одинаковые, свет одинаковый, в сути, напусто, да. Существует композиция в видеографии или нет? Комбинационные решения, положение человека в кадре, правильный вид, баланс, восприятие композиции – да. И это тоже есть на курсе. Настройки оборудования, там, на видеографии тоже есть выдержка, есть диафрагма, есть какие-то нюансы, связанные с этим, там. Настройки баланса белого цветов, цвета в видеографии, цвет тоже играет такую же роль в кадре. Работа с моделью. Поза, естественность, поз, эмоции, их получение. В видеографии играют роль? Да, играют роль. Все это… Смотрите, я не понимаю, почему-то видеографы, они думают искренне, что они какие-то особенные. Что вот есть какая-то красота для фото и отдельная красота для видео. Но в видеографии, там добавляются некоторые вопросы, связанные с тем, что композиция может динамически меняться. А также с тем, что кадры стыкуются с кадром. Но в принципе в фотографии тоже есть эта история. Если ты снимаешь сериями, у тебя также фотки стыкуются с фотками. Это тоже есть понятие монтажности фотографии. И единственное, это вот внутрикадровый монтаж, то, что в видеографии существует, чего нет фотографии. Это внутрикадровый монтаж. Его можно заменить несколькими фотками, но в одной фотке он не случится. Но все остальное – это абсолютно вопрос одинаковый. То есть одни и те же законы восприятия. Начинаются законы восприятия. Как мы видим, как мы распознаем картинку, глубину, объем, цвет и прочую композицию. Это одинаково. И когда ты смотришь на кино на телевизоре, и когда ты смотришь на фотки в книжке, работает одинаково. Поэтому большинство, то есть все, что есть на этом курсе, ты все сможешь применить к видеографии. Но есть какие-то нюансы, специфики. У меня неоднократно учились видеографы. Они сдают домашки даже в виде часто видеороликов, а не фоток. То есть можешь просто сдавать кусочки видео, как домашки. Вот. Такие дела. То есть, ну, не знаю, как еще объяснить. Ты просто приходи, господи, возьми этот курс, послушай несколько первых лекций. Если что не так, покинешь. Ну, как бы. И просто поймешь информацию на этих лекциях, где применим или нет. Домашнее издание применимо или нет. Я тебе отвечу, что да, применимо, потому что большое количество людей, занимающихся видео, у меня училось, учится и будет учиться дальше. Достаточно большой процент. Брак – это то, что нельзя использовать. Медведев. Но мой вывод, я не научился с момента превратить в игру для себя. Да, потому что нужно научиться пользоваться игрой. Ну, приходи, учись. Примеры фильма с авторским браком. Господи. Ну, огромное количество. Ну, дитя человеческое. Когда бежит, камера трясется. Попадает пуля, он специально делает такое движение, чтобы передать это. Там капли крови оказываются на стекле, их даже не стирают некоторое время. То есть, например, на стекле камеры видны капельки, которые мешают. Посмотри. Еще что-то. Фильм «Пи». Фильм «Пи» построен на картинке, как у «Тренд-парка». Очень сбракованная контрастная картинка и так далее. Есть огромное количество кинематографии, известных шедевров. Съемка с рук трясущейся камеры. То, что делал ранний Триир. Там «Догма». Как раз это с одной точки зрения одних операторов – это брак. Но это авторский брак, который создает определенные ощущения. Да, фильм «Вид от GoPro камера со лба». Да, вид от первого лица. Это фильм «Адреналин». Вот. Ну и так далее. Бесконечное количество примеров. Если брать отдельные сцены, очень много. Но даже вот в крутом современном «Бэтмене» специально используют старые советские объективы, чтобы картинка была не очень такая. И создать такое, понимаете, доверие. Потому что винтажная неправильная картинка, она позволяет поверить в сказку. «Бэтмен» – сказка, но подается как такой. Вот. Да, фото – это видео. Видео – это фото. Кадр – он везде кадр. Построение кадра – это везде одинаково. Да, «Чунгинский экспресс». В принципе, вообще очень много у, собственно, у Лун Карвая. Есть другие режиссеры, у которых это все хорошо. «Герман старший», «Герман младший» и так далее. Ну, собственно, «Сталкер», «Тарковский», «Черно-белая пленка» и так далее. «Ведьма из Блэр», да. Ну, смотрю, что вы считаете. Словом «брак», опять же, это не брак, это прием. «Предпад по живописи». Я художник, я так вижу. Смотри в другом месте. Да. Вот. Очень хороший вопрос. А вообще на вкус цвет все фломастеры разные. Да, но на этом не останавливаться. То есть все вкусы разные, но не все одинаково полезные. То есть не все вкусы стоят одинаково. То есть, да, у людей разные вкусы, но есть вкусы, которые зарабатывают больше денег, которым больше внимания, больше, а есть меньше. И вот здесь вопрос заключается в том, то есть все йогурты разные, но не все одинаково полезные. Какой йогурт тебе купить? Какой в себе вкус воспитать, чтобы решать свои задачи, в том числе в плане заработка, известности и социальной, или самореализации и так далее. Вот это самое главное, да. Вот. И так далее. Старая Глеб... Ну, Хичкок, да, очень похож на фотографию, это Нуар. Короче, приходите, дорогие мои. Спасибо за эфир, что такое интересный материал. Пожалуйста, я для вас старался. Как видите, очень интересная подборка. Если хотите эту презентацию внимательно посмотреть, очень много картинок, все это арт-брак, творческий, художественный, внизу есть ссылка, там зарегистрируйтесь, и вам эту презентацию в бот вкинут. Еще есть какие-то вопросы? Приходите на курс, там будет здорово, научимся делать такой брак, в кавычках, такие приемы, что вау, чтобы было красиво, эстетично, цепляло зрителей, привлекало к вам внимание, чтобы люди бежали и спешили за ваш брак денежку вам отдать. Вот. Приходите, все это будет. Этому я вас могу научить. Сам умею, только что продемонстрировал. У меня треть портфолио такая. Мне платят деньги за брак. Могу и вас научить этому. Все, дорогие мои. Обнял, поцеловал, черные точечки у нас теперь. Если хотите свои бракованные фотки, значит, вот телеграм-канал, внизу есть ссылка, там уже присылали кучу-кучу еще кадров. Смотрите, огромное количество присылали. Присылайте брак, посмотрим, что-то из этого выделим. Вот. И подписывайтесь вообще на этот канал. Тут я и съемки выкладываю, и всякие рассуждения интересные можно почитать как раз мои, и подискутировать. Я действительно общаюсь, отвечаю на вопросы и обсуждаю какие-то темы с людьми. Вот. И жду вас на курсе, ссылка внизу есть. Все. Сердечко всех обнял. Где мне? Мне, мне какой-нибудь вот шарик, смотрите, красивый. Мне тоже сердечки присылайте, подписывайтесь, будет еще много интересного на этом канале. И обязательно ссылочку на этот стрим, если не жалко, в своих соцсетях опубликуйте или в чатах каких-нибудь для других людей. Вот. Буду делать еще такие эти. Да, буду продавать свои бракованные сфотки. Но если их хорошо сделать, то да, почему нет? Курс по браку. Ну, мы, еще раз, брак понятие условное, да, то есть не отдельный курс по браку, а просто мы учимся работать с композицией, светом и людьми не в плане вот этих жестких правил, так можно, так нельзя, а разнообразно, смело, да, и по-разному. Мы учимся снимать и резкие пикчерсы, и не резкие пикчерсы, и четко, и не четко. Но, конечно, чтобы нарушать правила, я в том числе учу им следовать, то есть я учу делать и хорошо, и четко, и не четко, вот, то и другому научитесь. Все, пока-пока, увидимся.